Хей, хей! Можно нам завести собаку? А как же твой хомяк? Это ничем хорошим не закончилось. Или рыбка? Она прожила всего неделю. Нет, прости, дорогая. Нет? Ты портишь мою жизнь! Ненавижу! Спокойно! С чем еще она может играть? Она очень любит свои игрушки. Так что у нее может быть игрушечный питомец. Видите? Картонная собачка. Гав-гав! О, это для меня? Вау! Это мой новый лучший друг! Ура, собачка! Картон был самым подходящим вариантом. Лети, собачка, лети! Ага, в пять часов. Конечно. Или лучше в шесть. Я вам перезвоню. Разве это не мой стол? Нет. Теперь это город Барби. Очень мило. Я поработаю в другой комнате. Наконец-то тишина и покой. Мама! Это мое увежище для Барби. Не садись тут. А тут нет Барби. Наконец-то. У меня так много дел. Что это такое? Мама! Прошу тебя! Что? Ну все. Иди в свою комнату. Ты злая. Хм. Давай. Давайте вспомним, кто здесь платит за все. Поверить не могу. Где мне теперь играть? Угу. Подождите. Что случилось? Энни? Пожалуйста, не плачь. Нет. Посмотри, что ты наделала. Ей некуда идти. У нее нет дома, да? Есть одна идея. Для начала нужно вырезать детали из картона. Используйте вот такой узор. Затем поставьте детали вот так. Они будут держаться благодаря бумажным втулкам. Смотрите, дверь. Для создания механизма используйте шнурок. Видите? Теперь можно его закрыть. Еще нам понадобится розовая краска. Флаги добавят торжественности. Правда? Энни? Смотри, что я для тебя сделала. Замок? Подожди. Та-да. Заходи. Добро пожаловать домой. Теперь мне нужно поработать. Ах. На чем я остановилась? Алло? Да, думаю, во вторник. Вперед! Вау! Отличный замок! Хей! Классное видео! О нет! Завтра шестнадцатое! Не может быть! Ааа! Это правда? Я даже не начинала учиться. Я не буду спать всю ночь. Поверить не могу. Посмотрим. Это вообще было на уроках. Ладно, это надо умножить на семь. У меня получится. Ну же! Подождите. Это правильно? Я этого могу соображать. Это пять или двенадцать? Дорогая. Опять допоздна учишься. Включи свет. Так, это что-то новенькое. Кажется, предохранитель сгорел. Какой ужас! Подождите. У меня есть идея. Видите этот бумажный стаканчик? Я нарисую на нем сердечки. Вот так. И еще одно здесь. Прекрасно. Теперь я их вырежу. Идеально. Двигаемся дальше. Я нарисую еще одно сердце на этом круге. На этот раз большое и красивое. А затем... Да, снова нужно его вырезать. Помните про стаканчик? Мне нужно сделать подставку из картона. Вот, отлично. Видите, как я расположила детали? Я проделаю в них небольшое отверстие. Затем вставлю сюда соломинку. Стаканчик должен быть закреплен вот так. Отлично. Теперь очередь гирлянды. Только не выпадай. И у нас есть свет. Кто заказывал настольную лампу? Это она? Не может быть. Это очень круто. А на стенах появляются сердечки. Спасибо. Пожалуйста. Готов к веселью, Мишка. Ты так высоко прыгаешь. О, нет. Что? Что я наделала? Я монстр. Энни? Мама, посмотри на моего Мишку. О, не волнуйся. Я знаю, что делать. Все, что мне нужно, это прозрачная лента. Я отрежу немного. Затем я раскрашу его розовым маркером. Нужно закрасить кусочек полностью. Потом я положу соломинку в центр. Теперь я сложу ленту. И надую ее. Идеальный пузырь. Нужно хорошенько запечатать конец. Я сделала много пузырей разного размера. Теперь их можно склеить. Потом мне понадобится корректор. Сначала я нарисую большой круг. И раскрашу его. Затем я нарисую глаза. А потом нос и рот. Как мило. Сверху я приклею бумажные ушки. О, только посмотрите. Он такой мягкий и приятный на ощупь. О, Элли. Смотри, что у меня есть. Ух ты, это восхитительно. Мне очень нравится. Отлично. Только не сжимай его слишком сильно. Фу. Ты мой лучший друг. Давай играть. Обед. Хорошо? До скорой встречи. Пока. Где моя сумка? Я прикреплю табличку прямо здесь. А, теперь мой магазин открыт. О, первый покупатель. Привет, мамочка. О, привет, Хлоя. Добро пожаловать в мой магазин. Тебе тут что-то понравилось? У меня нет времени. 38 долларов за это? Нет. Ничего страшного. У меня еще много чего есть. Хм, что такое? Фламинго, милый. Заманчиво, но нет. Спасибо, милая. Я пытаюсь найти свою сумку. У меня есть как раз то, что нужно. Она поступила только сегодня. Моя сумочка. Дай сюда. Придется заплатить. У меня нет денег, извини. Значит, сумку ты не получишь. Деньги вперед. Но, ладно, я подыграю тебе. Подожди. Мне нужно кое-что взять. О, блестит. Ты такая глупая, мама. Я принимаю только наличные. Я тороплюсь, Хлоя. Что мне делать? Подождите. У меня есть идея. Да, думаю, это сработает. Мне понадобятся перчатки и коробка. Я сейчас вернусь. Я начну с того, что разрежу коробку на секцию. Мне также понадобится клеевой пистолет. Я приведу тонкую линию клея вот здесь. Этого должно хватить. Затем я приклею это к большому прямоугольнику. Нужно хорошенько придавить, чтобы деталь приклеилась. Затем я сделаю то же самое с остальным. В торцевых секциях есть небольшие прорези. Потом мне понадобится полоска бумаги. Я сверну ее в рулон. Отлично. Я оставлю небольшой кусочек свободным. Я просуну его через одну из прорезей. Хорошо. Я нанесу клей по краям этого квадрата. Хорошо, что я надела перчатки. Я прикреплю это к верхней части коробки. Эта деталь немного меньше, но так должно быть. Теперь последняя часть. Я нанесу клей только с трех сторон. Я поставлю эту деталь под углом. Отлично. Теперь пора украсить мою поделку. Я нанесу клей по бокам. Затем я прикреплю сюда черный материал. Нужно, чтобы не было складок. Я оставлю немного материала для задней части. Затем можно добавить белый картон. Это будет дисплей и клавиатура. Я равномерно распределю числа. Мне нужна кредитная карта. Ух, она принята. Квитанция выдается сверху. Надеюсь, Хлое это понравится. Сейчас узнаем. Ахм-хм. А сейчас вы принимаете карты. Вот это да. Так здорово. Каждому магазину необходим платежный терминал. Мой бизнес процветает. Итак, могу я купить сумку сейчас? А? О, конечно. Я так и думала. Я вставлю карту сюда и завершу операцию. С тобой приятно иметь дело. Пожалуйста. Наконец-то. Теперь я могу идти. Что это? Как это попало туда? Да вы что, издеваетесь? Эй. Что мне теперь делать? Законный бизнес, а мама? Доставай свою кредитную карту. Врум-врум. Бум. Бип-бип. Чуть не врезалась. С дороги. Я еду. Ничто не может меня остановить. Ша-ла-ла-ла-ла. Пора пропылесосить комнату. Обожаю делать уборку. Разве может быть что-то лучше этого? Шуп-ды-ду. Подождите минутку. Жми на газ. Врум. Йо-хо. Быстрее. Быстрее. Почему в доме так грязно? А? Пылесос не работает. Что случилось? Ничего не понимаю. Он не работает. Это так странно. Как это произошло? Оу. Я должна была догадаться. Хей, мама. Давай кататься. Серьезно, Хлоя? Я пытаюсь сделать уборку. Это нужно выбросить. Оу. Ты всегда все запрещаешь. Хотя, если подумать... Это так несправедливо. Подожди. Почему ты так смотришь на меня? У меня есть идея. Я разрежу коробку из-под пиццы на секции. И возьму свой клеевой пистолет. Начну с этого. Я нанесу клей вдоль края. Этого достаточно. Теперь можно приклеить эту часть к большому прямоугольнику. То же самое я сделаю с другой стороной. Я возьму длинную полоску картона. Это позволит мне согнуть ее и придать ей нужную форму. Я использую клей, чтобы закрепить деталь. Это можно пока отложить. Я прорезала отверстие в крышке от газировки. И протолкну через него две соломинки. Нужно, чтобы все плотно прилегало. И чтобы конструкция не расшаталась. В этом мне поможет клей. Я пройдусь по внешней стороне крышки. В верхней части картона я прорезала небольшое отверстие. Соломинки могут проходить через него. И выйти вот отсюда. Далее мне понадобятся еще крышки от газировки. Я протолкну деревянную палочку через соломинку. Размер соломинки немного меньше. Колпачки для газировки можно установить с любой стороны. Затем я использую клей, чтобы скрепить все. Пробуем. Ух ты! Только посмотрите. Я закреплю их на нижней стороне картона. И добавлю несколько последних штрихов. Например, фары и окна. Я надену воздушный шарик на крышку от газировки. И надую его. Время для тест-драйва. Осторожно! Что за... Что это? Вау! Это потрясающе! Я знала, что тебе понравится. Спасибо, мама! Пожалуйста, зайчик. Хочу скорее с ней поиграть. Кажется, все готово. Запускаем мотор! Вау! Я в восторге! Какая она быстрая! О нет! О нет! Сейчас движется! Ой! Прости, мам! Надеюсь, у тебя есть страховка. Я должна была об этом подумать заранее. Вперед! Давай! Это... О, да! Моя черепашка выглядит великолепно! Я и правда смог передать все самое лучшее. Да-да, как скажешь. Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь мой рисунок. Пожалуй, пора заканчивать. А у меня есть идея. Мне понадобятся полоски картона. Нужно проткнуть их карандашом, чтобы сделать коробку. Вот тут-то и пригодится мой верный клеевой пистолет. Нанесем клей только на один край. Пожалуй, этого хватит. Теперь соединим все части вот так. Как раз то, что нужно. Теперь нам понадобятся картонки с отверстиями. Их нужно расположить по обеим краям коробки. Теперь просунем в отверстия карандаши. Один карандаш будет сверху, а другой прямо под ним. Важно, чтобы острые части смотрели в разные стороны. Итак, наш каркас готов. Но я еще не закончил. Теперь нам понадобится стикер для заметок. Удалим подложку, а затем обернем его вокруг верхнего карандаша. Прижмем его к карандашу липкой частью. Теперь нужно покрутить карандаш и обернуть бумагу вокруг него. Другой конец прикрепим ко второму карандашу. Вот и все, готово. Осталось лишь закатать в бумагу рисунок черепашки. Ну и ну, Хейзл совсем не умеет рисовать. Ладно, шоу начинается. Эй, что это ты делаешь? Я собираюсь преобразить твое искусство. Смотри. Секундочку, это же просто потрясающе. Класс. Круто, правда? Я тоже хочу такой. Я его куплю. Этого хватит? Что? Да, определенно. С тобой приятно иметь дело. Ой, какой он тяжелый. Это лучшая вещь на свете. Я богат. Хм, вот этот мелок мне как раз и нужен. Да, идеально. Динозавры должны быть зелеными. Так ведь? Держи, Майлз. У тебя на парте страшный бардак. Ты должен все тут прибрать. Извините, это творческий беспорядок. Но вы можете мне с этим помочь. Эм, я тут вроде как работаю. Что ж, вы столько всего теряете. Это нужно исправить. Минуточку. Кажется, вам понравился мой динозавр. Точно. Я сейчас вернусь. Мне понадобится зеленый лист бумаги. Обернем его вокруг картонной трубки. Главное крепко его держать, чтобы не было зазоров. Трубка должна быть полностью обернута. Теперь отрежем лишнее. Затем сделаем еще одну такую же трубку. После этого нам понадобится клей. Нанесем на тюбик тоненькую линию. Этого вполне хватит. Теперь нужно их склеить. Затем добавим последнюю трубку. Я вырезала из картона динозаврика. Эти красные детали можно приделать сверху. Теперь наклеим на него второй слой. А сюда мы наклеим глаз. Затем нужно нарисовать ему мордочку и счастливую улыбку. Теперь пора собрать все детали. Голова будет находиться здесь. А еще нам понадобится длинный вьющийся хвост. И, наконец, нужно приделать ему четыре лапы. Это очень милый динозаврик. Основание тоже будет из картона. Как раз то, что нужно. Майлз, смотри, что у меня есть. Я вроде как занят. Ничего себе. Это что, динозавр? Великолепно. Я знала, что тебе понравится. В него можно складывать ручки и карандаши. Ого, ну и ну. Это же лучшая вещь на свете. А на парте теперь всегда будет полный порядок. Да, конечно. Но самое главное, это динозавр. Я так счастлив. Моя работа здесь закончена. Минуточку. Откуда взялись эти рисунки? Он просто одержим. Они просто повсюду. Я надеялся, что вы не заметите. Может, у меня что-то вроде динозавромании? Нам нужно поговорить. Может, чуть позже. Мне нужно закончить динозавра. Я боялась, что ты это скажешь. Оф, как же я устал. Я определенно не утренний человек. Ой-ой, эти звуки напрягают. Папочка, помоги. Это срочно. О нет, уже иду. Что случилось, милая? Подожди-ка, и это все? Моему мишке очень больно. Дай мне его. Вот, здесь все хорошо. Твой плюшевый мишка в полном порядке. Держи, милая. Спасибо, папочка. Ты настоящий герой. Да, пожалуй. Теперь можно доесть кашу. Хм, может, разыграем папу? Что скажешь, мишка? У меня есть отличная идея. Должно сработать. Это будет здорово. Но что там еще? Только взгляни на мишкину лапу. О, это выглядит болезненно. Бедный мишка. Это нужно исправить. Хм. Хи-хи, он думает, что это по-настоящему. Хм, а у меня есть идея. Я знаю, что делать. Сначала нужно вырезать из картона квадрат. Это схема моей коробки. Теперь нужно ее сложить. Здесь все нарисовано. Так будет значительно проще. Теперь нужно его украсить. Этот розовый цвет подходит просто идеально. Но впереди еще много работы. Для этой части мне понадобится белая ручка. Нужно нарисовать на коробке много точек. А затем добавить наклейку Hello Kitty и вот такую этикетку. Теперь нам понадобится пластырь. А еще я вырезал полоску бумаги. Но выглядит она довольно скучно. Так что лучше покрасить ее в розовый. А потом добавим некоторые детали. Все должно быть идеально. Да, вот так куда лучше. Поместим его прямо сюда. Теперь мне понадобится полоска клейкой бумаги. Удалим подложку и склеим обе части. Это выглядит точь в точь как пластырь. Хотя это гораздо лучше. Теперь можно положить его в коробку. Мы же не хотим, чтобы он потерялся. Вот и все. Теперь можно пойти и помочь Мишке. Дорогая, смотри, что у меня есть. Ого, ничего себе. Это как раз то, что нужно Мишке. Давай наложим его на рану. Это поможет ей зажить быстрее. А, что? А, точно. Я всегда хотел быть врачом. Это совсем не больно, Мишка. Вот это да. Мишка, ты такой храбрый. Это точно. Ой, что это? Моя рука. Она, она кровоточит. О, так вот как все заканчивается. Расслабься, папа. Я думаю, они тебе помогут. О, совсем забыл про пластыри. И что бы я делал без тебя? Действуй. Вот это да. Хейзл такая красивая. Я мог бы смотреть на нее весь день. Она воплощение красоты. Кажется, я влюбился. Оф, ну же, наконец-то. Ого, нет ничего, чтобы она не могла сделать. Она идеальная девушка. Что за... О, у меня тут кое-какие неполадки. Мм, да, это проблема. Скотч всегда живет своей собственной жизнью. Я знаю, что делать. Я вырежу любовное сердечко из кусочка открытки. Мм, а лучше сразу два. Да, отлично. Теперь сделаем их розовыми. А затем обернем эту полоску из картона розовой бумагой. Только не до конца. Сюда нужно нанести клей. Вот теперь ее можно запечатать. Отлично смотрится. Для следующей части нам понадобится клей-карандаш. Нанесем его на нашу полоску из картона. Главное, нанести клей равномерно. Это самая сложная часть. Нужно обернуть полоску вокруг сердечка. Таким образом, чтобы она идеально подошла по размеру. Небольшой участок оставим открытым. В центр поместим маленький рулон из картона. Затем прикрепим лезвие скальпеля к внешней стороне сердца. Теперь возьмем ленточку. Ого, это так весело. Я хочу сделать это снова. Вот так. Ого, посмотрите. Это, это словно магия. Что ты делаешь? Я хочу попробовать. Нет. Ну... Ладно. Прекрати. Эй, прическа. Вот тебе. Это все на что ты способна? Да прекрати ты. Подожди. Где мы? Я тут. Пора устроить художественный чек. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Какие прекрасные цветы. Матушка природа балует нас. Смотрите, красивая бабочка. Куда она летит? Она такая грациозная. Что мы должны делать-то? Упс, вот я глупая. Подождите. Я хочу, чтобы вы нарисовали бабочку. А, хорошо, я могу это сделать. Дайте подумать. Это будет просто. Хорошо, за работу. Мне понадобятся мои художественные принадлежности. Все, что нужно, находится здесь. Я воспользуюсь этой кистью. И нарисую лучшую бабочку в мире. Просто подождите. И вы будете удивлены. Я буду рисовать с одной стороны. О, привет. Ого, удивительно. О, нет. Мой рисунок. Я все испортила. Эта бабочка меня отвлекла. Подождите. Думаю, я могу это исправить. Я выдавлю краску на стекло. Затем я распределю ее с помощью губки. Слой должен быть ровным. Я хочу полностью покрыть стекло. Затем мне понадобится ватная палочка. С ее помощью я нарисую бабочку. Выглядит здорово. Теперь я положу бумагу сверху. И аккуратно прижиму ее к стеклу. Теперь ее можно медленно убрать. О, идеально. Даже лучше, чем я себе представляла. Я гений. Никогда не видела такую бабочку. Вау. О, это ты сделала. Хм, мне нужно постараться. О, здесь должно быть что-то, что я могу использовать. Но тут только мусор. Как жаль. Подождите секунду. Есть идея. Я сложу страницу книги. И вырежу из нее фигурку. Я не буду спешить. Мне нужна форма крыла. Вот такая. И если раскрыть фигурку, получится бабочка. Но это еще не все. Я обведу край черным фломастером. Теперь бабочку можно украсить. Я нарисую узор на крыльях. Набросок готов. Теперь пришло время добавить немного цвета. Обожаю розовый. Полностью закрашу два крыла. Теперь я возьму английскую булавку и загну ее конец. Фу, а это непросто. Мне нужно согнуть его совсем немного. То, что нужно. Я завяжу на булавке резинку и хорошенько затяну ее. Отлично. Теперь мне понадобится скрепка. Мне нужно ее распрямить. Ну, насколько это возможно. Теперь я засуну ее в резинку и согну скрепку посередине. Идеально. Теперь нужно просунуть скрепку через верхнюю часть булавки. Я разогну ее концы. Похоже на антенну. А теперь можно добавить крылья бабочки. Но это не самое крутое. Если покрутить бабочку, она полетит, когда я отпущу ее. О, это так круто. Это моя лучшая поделка. Что? Как ты это сделала? Удивительно, правда? Она вернулась ко мне. Наверное, я ей понравилась. Победила Энни. Правда? Это не честно. А что она делает? Сочный ананас. Как вкусно. Лучше не бывает. О, вы еще тут? Вот ваше следующее задание. Я вас умоляю. Это будет легко. Мне просто нужно решить, что использовать. Это сложно. Я даже не знаю. Кажется, она меня дразнит. А я так хочу есть. Я бы тоже не отказалась от чего-нибудь вкусненького. Подождите, у меня есть идея. У меня еще что-то осталось от обеда. Ммм, вкусный апельсин. Восхитительно. Сейчас я его съем. Уже слюнки текут. Я съем все сразу. Ладно, супер. Энни, нельзя есть на уроке. А как же ананас? Упс, прошу прощения. Нужно это выбросить. Подождите. У меня появилась идея. Я могу использовать апельсиновую кожуру. Мне понадобится крышка от бутылки. Я вдавлю ее в кожуру. Я хочу сделать маленькие кружочки. Это как форма для печенья. Продолжаем. Мне понадобится круг из картона. Я нарисую на нем овал. Теперь я порву зеленый картон на полоски. Это отличное средство для снятия стресса. Полоски должны быть маленькими. Думаю, этого достаточно. Теперь я могу приклеить их на круг. Я расположу их сверху овала. Теперь я возьму круги из апельсиновой кожуры и приклею их внутри овала. Вот так. Я буду их чередовать. Получится очень красиво. Достаточно. Получился аппетитный ананас. Что? Ты уже закончила? Да. И мне нравится. Посмотри. Так вот, когда? Я не могу позволить ей победить. Подождите. У меня есть отличная идея. Я наклею малярную ленту на черный холст. Верхнюю часть я оставлю пустой. Теперь мне нужна золотая краска. Я обожаю роскошные вещи. Я закрашу пространство между лентами. Но не все. Я хочу, чтобы получился овал. Затем я аккуратно сниму ленту. Я не хочу все испортить. Вау, выглядит великолепно. Теперь я возьму зеленую краску. Я хочу нарисовать листья. Это будет верхушка моего ананаса. Взгляните. Уже можно аплодировать. Это шедевр. О, отличная работа, Бетти. Я это и без тебя знаю. Наверное, я просто талантлива. Слово учителю. Хм, интересно. И победила дружба. Я выиграла. Ура. Мы выиграли. Кто тут самая красивая птичка? Ты. Точно. Давай выпустим тебя оттуда. Лети, маленькая птичка. Разве это не замечательно? О, я и не знала, что у нас урок зоологии. Ко мне пришло вдохновение. Надеюсь, что справлюсь. Что? О, да ладно. Критиковать может каждый. О, это так смешно. Подождите, это шутка? Глупая птица. Она явно ничего не смыслит в высокой моде. Снимите это с меня. Эй, пора провести художественный челлендж. Эм, где она? Может, нам пора домой? Наверное, да. Подождите. Эй. Эм, что? Где я? Я немного задремала. Так бывает. Мы ждем. О, челлендж. Вот, пожалуйста. Хм, это не должно быть сложно. Что мне делать? Ага, я поняла. Эй, что ты делаешь? Мне нужно все исследовать. Я сейчас вернусь. Пока. Отличное место, чтобы начать. Нет, пока ничего. Подождите, это то, что я искала. Какая большая паутина. Идеально. Нужно начинать. Я не могу стоять здесь весь день. Мне понадобится клей. Я нанесу его на паутину. Но мне нужно еще кое-что. Я нанесу клей на черный картон. Он должен быть очень липким. Этого будет достаточно. Надеюсь, это сработает. Я положу картон на паутину. И вставлю его в рамку. А теперь нужно все это вытащить. Потрясающе. Учительница будет в восторге. Почему это так сложно? Я вернулась. Что скажете, это настоящая паутина. Но пауков здесь нет, я проверила. Как она это сделала? Ну все. Мне нужно позвонить. Алло, это чрезвычайная ситуация. Мисс, прошу. Шеф-повар приготовил это специально для вас. Это шутка? Мне нужно все объяснять. Просто съешьте это. Я знаю. Все в порядке. Я начну с банана. Ммм, вкусно. Фрукты очень свежие. Это было здорово. Мне нужна новая работа. Хмм, я могу использовать эту тарелку. Ручкой вилки я начну рисовать узоры на тарелке. Вот так. Все готово. Теперь мне понадобится черная краска. Я нанесу ее на тарелку. И мой узор проявится. Он похож на паутину. Та-да! Я знаю. Это здорово. Сейчас узнаем, кто победил. Это сложно. Но побеждает Энни. У-у-у, я знала. На меня снизошло вдохновение. Вот следующее задание. Нарисуйте вкусное мороженое. Чего вы ждете? Какая интересная книга. Кхм, вы меня слышите? Начинайте. Ну хорошо. У меня есть дела поважнее. Эй, осторожно. Ой, извини. Просто выбрось это в мусор. Что? Ни за что. Я не твой дворецкий. Подождите. У меня появилась идея. Я вырежу из картона фигурку в форме мороженого. Но сюда нужно еще кое-что добавить. Я начну с вафельного рожка. Это будет просто. Затем я приклею к нему ватные диски. Я буду накладывать их слоями. Но это выглядит немного скучно. Я раскрашу диски. Мне понадобится вода с красками. Я буду использовать разные цвета. А еще я добавлю посыпку. Я сделала ее из бумаги. Отлично. Выглядит так аппетитно, что хочется его съесть. Ммм, вкусно. Круто, да? Ладно, довольно неплохо. Но я могу побороться за победу. Я бы с удовольствием сейчас ела мороженое. Пора начинать. Дворецкий. Такого раньше не случалось. Эй, сюда. Вы меня звали мисс? Ты не очень-то торопился. Не забудь, что я могу тебя уволить. Конечно, мисс. Хм, что у нас тут? Вафля. Это мне подходит. Мне просто нужно кое-что изменить. Я разрежу вафлю внизу. Вот так. Теперь я сделаю разрез посередине. Получился маленький вафельный треугольник. Я положу это в поднос и добавлю бананы. Это будет мое мороженое. Я сложу кусочки один на другой. Затем я добавлю клубнику. И, конечно, посыпку. Получилось так красочно. Но я еще не закончила. У меня тут есть сочная клубника. И вкусная черника. И, наконец, клубничный сироп. Учительнице это понравится. Подождите, скоро она почувствует запах. И не сможет устоять. И случится это в любую секунду. О, что так вкусно пахнет. Очень вкусно. О, челлендж. Победитель лишь один. Бетти. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. А мне нравится мое мороженое. Какой творческий челлендж. Надеемся, что он вдохновил вас создать свой собственный шедевр. Как думаете, кто справился лучше, Энни или Бетти? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Пожалуй, надо браться за дело. Тема первого раунда. Барабанная дрожь. Радуга. Ух ты, я люблю радугу. Ладно, почему бы и нет. Мне нужно достать кое-что из сумки. О, я тоже проверю сумку. Что тут у нас? Это твоя сумка. Ага, это пригодится для рисунка. Эй, я и забыла про это. Ммм, до сих пор классно пахнет. Да ты издеваешься. Мне сейчас тошнит. Ах, я понарошку. Мне просто нужен маркер. Инкрустированный бриллиантами, конечно же. О, откуда это взялось? Ммм, у меня появилась идея. Эй, Кэндл, убери это от меня. Ох, какая гадость. Окей, для начала сложим бумагу. И поставим сверху стакан из-под карандашей. Обведем его, чтобы нарисовать круг. Теперь нарисуем в круге личика. Начнем с глаз. Нарисуем рот поверх линии сгиба. Какая чудесная улыбка. А сейчас полностью раскроем лист бумаги. Используем это в качестве линейки. И дорисуем наше лицо. А сейчас время добавить красок. Я хочу, чтобы вышло как можно ярче. Нарисуем во рту радугу. Теперь можно опять сложить листок. Выглядит так прикольно. Зацените. Реально круто, а? Вау, у меня нет слов. А брить не еще даже не начинала. Здесь должно быть что-то подходящее. О, я нашла свои старые мелки. Они мне точно помогут. Только возьму свой верный молоток. Вот, я быстро сделала трафарет в форме бабочки. Помещу его на кусок черного картона. А теперь положу сверху мелкие. И начинаю крошить. О, да. Это так приятно. Отличное лекарство против стресса. Хорошо, можно убрать трафарет. Получилась изумительная бабочка. Отличная работа, девочки. Мы знаем. Так трудно выбрать. Но победила Бритни. Правда? Вау, спасибо. Это не честно. Не грусти, мне понравился твой рисунок. О, в воздухе витает любовь. Вот ваше следующее задание. Нарисуйте мне сердечко. Я пригласила особого гостя, чтобы помочь вам с вдохновением. Посмотрите вон туда. Привет, дамы. Я называю этот взгляд «Скрытое пламя». О, как хорошо, что я захватил ветряную машину. Он такой милый. Хей, я увидела его первый. Ну уж нет. Я должна выиграть этот раунд. Нужно создать что-то необыкновенное. Дай мне сердца. Нужно еще. Я стараюсь изо всех сил. Не люблю, когда торопят. Вот, пожалуйста. Это именно то, что мне нужно. Брайан такой симпатичный. Мы будем так счастливы вместе. Окей, приступим. Начну с романтического послания. Думаю, это отлично передает мои чувства. Теперь обведу это золотым маркером. И добавлю звездочек. Я написала послание на других сердечках. Думаю, я выберу вот это. Сложу его края. И прижму, чтобы получился сгиб. Теперь согнем вверх вот так. Получился небольшой конверт. Запечатаю его стикером. И соединю с остальными. Прямо небольшая коллекция любовных писем. Выйдет чудесный брелок для ключей. Вау, как здорово. Хм, это может быть сложнее, чем я ожидала. Ума не приложу, что придумать. Ладно, была не была. Нарисуем сердечко. Но это не обычное сердечко. Оно отличается, но смотрится круто. Приветик. Мне нравится твой помоечный стиль. И этот рисунок невероятный. Роза для прекрасной розы. Ага, такой джентльмен. А что у нас здесь? Это для меня красота и талант. Идеальная комбинация. У меня кое-что есть для тебя. Ты попал мне в самое сердце. Да, на меня так часто реагируют. А для меня что-нибудь есть? Не мешайте, моя мечта сбывается. Ей удобно бить по рукам. Просто шучу. Тема следующего раунда? Кисточка. А где Бритни? Понятия не имею. Ну хорошо, тогда начнем без нее. Удачи. Тут не должно быть ничего сложного. Алло, я хочу сделать заказ. Какое прекрасное обслуживание. Обожаю делать покупки. Это мое любимое хобби. Окей, начнем распаковывать. Как это вообще здесь поместилось? Ах, как тяжело. Но смотрится безупречно. Коробка мне больше не нужна. Простите, я опоздала. О боже, это туалетная бумага? Что? О чем это вы? Оу, ну да, извиняюсь. Как неловко получилось. Ну, что я пропустила? Минуту. Мне нужно кое-что сделать. Пожалуйста, хватит. А, да. Да чего хорошо. Оу, это мне пригодится. Мне не нужна кисточка. Разломим это пополам. А затем обернем туалетной бумагой. Нужно сделать плотной и аккуратно. Затем завернем это в зеленую пластиковую упаковку. Вот таким образом. Теперь возьмем наклейку. Она нужна, чтобы все закрепить. Выглядит неплохо. Поместим это в прозрачную трубку. Думаю, все готово. Окунем первую палочку в розовую краску. Она подходит под цвет пластика. А затем нанесем краску на бумагу. Когда мне понадобится другой цвет, просто заменю ватную палочку. Теперь время синей краски. Дадим ей впитаться в вату. И можно продолжать творить. Что такое? Значит, вот так, да? Ты еще ничего не видела. У меня большие планы. Я создам настоящий шедевр. Все, заканчила. Эээ, что? Зачем ты это сделала? Ты проиграла. Да ладно. Просто кисть соскорзнула. Извините, мне нужно поддерживать уровень калия в организме. Вот ваше следующее задание. От творческой работы просыпается аппетит. Принесите что-нибудь вкусненькое. О, вот это другое дело. Все выглядит так аппетитно. Аппетитно? Чтобы мне попробовать сначала. Ух ты. Смотрится великолепно. Я это хочу. Эй, убери свои грязные руки. Я не хочу, чтобы ты трогала мою еду. Да ну, ты же не собираешься съесть все одна. Ладно, я дам тебе яйцо. Лови. Эй, осторожно. Не уронить бы. Ух, еще бы немножко и... Спасибо. Разобьем яйцо в миску. И отделим желток от белка. Поместим это в другую миску. Используем пальцы вот так. Хм, оно такое скользкое. Теперь добавим немного растительного масла. Еще чуть-чуть. И перемешаем. Наполним смесью шприц. Так будет легче и аккуратнее. Ничего не испачкаем. Добавим яичную смесь в порошковую краску. Совсем немного. Вот, всего несколько капель. Берем кисточку и тщательно перемешиваем ингредиенты. Думаю, теперь готово. Возьмем скорлупу и раздавим ее на кусочки. Хорошо, все идет по плану. Возьмем вот этот кусок скорлупы. И покрасим в синий цвет. Мне он очень нравится. Я нарисовала вазу. Приклеим к ней куски скорлупы. И добавим цветы. Ммм, вот теперь я наелась. О, может быть я переела? Оу. Ах, извиняюсь. Не держать же все внутри. Нельзя, чтобы еда пропала зря. Хмм, возможно из этого удастся что-то сделать. Покрасим лист картона в синий цвет. Используем капусту брокколи в качестве кисти. Нанесем краску по всей поверхности. Возьмем вот другие цвета. Вышел прекрасный эффект листвы. Поглядите-ка. Оу, как красиво. Обожаю, так креативно. Чью же работу выбрать? Решение было трудным. Но побеждает Кэндалл. Да, я круче всех. Окей, уймись, Пикассо. Билл. Только поглядите. А вот и ваше новое задание. Как увлекательно. Это что, шутка? Не представляю, что нам с этим делать. О, на моей одежде распустилась нитка. А вот и еще одна. Только этого не хватало. Ммм, а ведь они могут пригодиться. О, косметика. Может, Кэндалл не заметит? Это мой шанс. Просто веди себя обычно. Ничего особенного. Идеальная кража. Покроем нитку косметикой. И положим ее на блокнот. Чтобы вышел такой волнистый узор. Теперь закроем блокнот. И потянем за нитку. Получилась абстрактная картина. Смотрится потрясающе. Вау, это и правда впечатляет. Постой. Бритя? Что? А, эм, как это сюда попало? Эм, можешь оставить себе? Я воспользуюсь этой кистью. Покрашу свой холст в черный цвет, но только наполовину. Затем добавлю полосу из клея. Размажу клей кистью поверх черной и белой части листа. Вот, хорошо. Пока клей не застыл, посыплю сверху блестки. Нужно все делать быстро. О, работа не из легких. А, это золото? Будет классно смотреться на моей картине. Даже моя перхоть дорого стоит. Но все равно нужно сменить шампунь. Кладу на холст трафарет в форме сердца. И беру спрей-баллончик с краской. Наношу краску поверх трафарета. Вышло так ярко. Осторожно уберу трафарет. Ого, я бы это повесила у себя дома. Здорово, не правда ли? О, да. Погляди-ка на это. О, мои глаза. Я ничего не вижу. Положи это. Так-то лучше. Вау. Просто чудо. Да, это так оригинально. В следующий раз предупреждай. Посмотри, сколько всего. Это был последний раунд. Пора узнать, кто выиграл челлендж. Я, я. Выберите меня. Я так волнуюсь. Кто же победил? Это Кэндалл. Поверить не могу. Я тоже старалась. Хорошая работа. Постой. Давай разделим призы. Правда? Ты серьезно? Да. Я не очень люблю обнимашки. Как мило. Победило творчество. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Давай крутить колесо. Я буду крутить. Я же гость. Это была моя идея. Отпусти. Иначе... Хватит. Ты его сломаешь. О, вы только посмотрите. Кажется, мы будем рисовать розу. Что это такое? Дамы. Красивая роза для двух прелестных цветочков. Как нелепо. Я хочу наслаждаться вашей красотой. Гра. Вы мне нравитесь. Да начнется челлендж. Наконец-то. О, боже. Держите себя в руках. Мне будет сложно сосредоточиться. Я словно смотрю на произведения искусства. Мне все время это говорят. Какие великолепные усы. Серьезно? Эй, ау-у-у. Не забывайте, что это конкурс. О, да. Ты права. Это не очень-то похоже на розу. Хотя... Я знаю, что делать. Добавлю пару треугольников в сердечки. Они похожи на лепестки. Теперь дорисую остальные части розы. Выглядит отлично. Осталось нарисовать листья. И не забудем про стебель. Я закончила. Вышло неплохо. Класс. А вот мой рисунок. Минималистично. Что скажете? Вам нравится? Красота. Вы победили. Да, я знала. Какой приз? Вы? Я буду ее беречь. Пахнет восхитительно. Всем было ясно, что он выберет вас. Ты просто завидуешь. Интересно, что дальше? Не спеши. Я буду крутить колесо. Где же оно остановится? О, птичка. Очаровательно. Что ж, приступим. Да, да. Я не очень-то дружу с красками. Но попробовать стоит. Нужно представить, что ты на природе. Вот в чем секрет. Этот красный подойдет идеально. О, нет. Это катастрофа. Так только хуже. Посмотрите на мою руку. Есть только один выход. Саботаж. Нет. Нет. Посмотри, что ты наделала. Не надо было двигать листок. Посмотрите. А в чем моя вина? Эх, ни в чем. Стоп. Этот бессмысленный акт вандализма натолкнул меня на мысль. Это может сработать. Добавлю черную краску сюда. И нарисую клюв. И ножки. Это становится похоже на птицу. Получилась миленькая птичка. Не без твоей помощи. Это жульничество. Но мне так нравится. У меня не такая красивая. Посмотрим. Но если вы настаиваете. Думаю, победитель очевиден. Да. О, здравствуй, малыш. Чувствую себя принцессой из мультика. О, можно и я потрогаю? Кыш, нельзя. Найти себе своих птичек. Думаете, вы такая особенная? Следующий раунд. Я тебя размажу. О, полегче. Ладно. Но я воспринимаю искусство серьезно. Покрутим колесо. Какие прогнозы? О, интересно. Прошу вас. Я думала, у нас челлендж. Понятия не имею, что я делаю. Куда делась ваша уверенность? Пора начинать. Посмотрим, что будет делать Луна. Снова жулинчейте. Я просто заметила пыль. Видишь? Продолжай. Пыль. Ага. Начнем с буквы У. Теперь дорисуем пальцы. И еще один. И остальная часть руки. И, наконец, сердечко. Готово. Довольно точно. Что скажете? Кажется, неплохо. Вот что и сделала я. Думаю, этот раунд за мной. Да. Вполне заслуженно. О, за это полагался приз. Луна, позволишь? Как романтично. Но, но, я так одинока. Моя очередь вращать колесо. Стой. Что? Ну, ладно. Только сделай все правильно. Собака. Это должно быть не так сложно. Ты что, хотела меня напугать? С этим я справлюсь. Так, собака. С чего бы начать? Хорошо, что я люблю животных. Сначала нарисую круг. Что теперь? Хм. Что же дальше? Что она там делает? Разве это собака? Придумала. Нарисую пару маленьких кружочков. Думаю, достаточно. Теперь нарисую два полукруга. Добавлю носик и глазки. И дорисую пару деталей. Еще ей нужен хвостик. Готово. Милая собачка. Как здорово. Ха, видали? Как ты это сделала? Довольно умно. А у вас что получилось? Что ж, помни, что искусство субъективно. Если прищуриться, то это вроде похоже на собаку. Ууу, сурово. Посмотрим, кто победил. Вау, вы только посмотрите. Я так счастлива. Я выиграла собаку? Мне бы так хотелось пушистика. В чем дело? И это все? Миленький. Но я бы предпочла настоящего. Я его возьму. Забирайте. Посмотрим, кто будет следующий крутить колесо. Что ж, ладно. Я победила. Я вращаю колесо. Стойте. Разве ножницы не режут бумагу? О, кролик. Это мне нравится. Я уверена, что ножницы побеждают бумагу. Стойте. Это похоже на ушки кролика. У меня есть идея. Начнем рисовать. Это все упрощает. Туловище. И лапки. И какой кролик без морковки? Нарисую глазки и ротик. Этот розовый отлично подходит к ушкам. И ротику. Надо бы раскрасить морковку. И немного зеленого. А вот и наш кролик. Весьма неплохо. Ого. Впечатляет. Надо поторопиться. Я плохо рисую под давлением. По крайней мере, у него есть морковка. Ю-ху. Я снова победила. Так, держать. Я молодец. Стоп. Что это? Связка моркови? Не страшно, что я проиграла в этом раунде. Они помогут вам лучше видеть в темноте. Готово. Ну что, приступим? Разве сердечко это сложно? Пара изогнутых линий. Давненько я такого не рисовал. Попробую снова. Изгиб здесь. Не получается. Стороны все время разные. Это займет кучу времени. Листок в клетку может помочь. Использую каждую клетку, спускаясь вниз по линиям. И завершу нижнюю половину. Теперь верхушка. Пусть сердечко будет разноцветным. Еще немного. Отлично. Посмотрите. Необычный подход. А это? Уж очень реалистично. Думаю, Мэтт победил в этом раунде. А, да. Почему так долго? Почти готово. Спасибо за ожидание. Та-да. Выглядит прикольно. Нарисовать мальчика очень легко. Я же вижу его в зеркале каждый день. Отлично. Где ли я этому научилась? Я не могу это сдать. Мэтт, времени нет. Показывайте, что у вас. Нужно срочно что-то придумать. Вот, мальчик. Ага. Можно и так сказать. Стойте. Можно кое-что подправить? У тебя минута. Спасибо. Эти буквы – хорошее начало. Соединим их все вместе. Видите? Уже похоже. А теперь раскрасим. Оу. Какой милый. Ха. Я справился. Это шедевр. Что скажете? Два Пикассо в деле. Я знал, что мы сможем. Мяу. Все любят котиков, да? Ладно. Перейдите в себя. Нужно нарисовать кошку? Ну, ладно. Будет непросто. Это надолго. Усы? Мне бы немного вдохновения. Она правда уснула? Теперь можно приступить к делу. Скажи пока, котенок. Ты идешь со мной. Эй, Элли. Где ты это взял? Нечестно. Я тоже хочу. И у меня есть идея. Ах, мой хороший. Я предпочитаю настоящих. Ага. Я такой молодец. Ты мой лучший друг. Я тебя нарисую. А ты больше, чем я думала. Как мне тебя обвести? Может, если я тебя поверну? Не получается. Какой счастливый случай. Ты смог написать код. Мэтт, подержи его. Откуда ты взялся? Неважно. Приступим. Так гораздо лучше. Превратим слово во что-то похожее на кота. И раскрасим коричневым. Не забудем про ушки. Можно добавить полоски. Ничуть не хуже настоящего. Что скажете? Эй, вы с нами? Что я пропустила? Точно, кошки. Милые ли? Выглядит ужасно знакомо, Мэтт. И я знаю, почему. Простите. Думаю, я выиграла. Искусство – это не только рисование. Вы закончили с танцами. Пора рисовать собачку. Это будет интересно. С чего мне начать? С ушей? Мэтт, тебе нужна помощь. Посмотри, какая собачка. Что? Собачка? Проехали. Оу. Эй, Элли. Видишь песика? А, кажется, теперь вижу. Похож на Ротфиллера. Я могу просто обвести руку. И добавить свои детали. Например, ошейник. И, конечно, красивые глаза. Теперь влажный нос. И длинный язык. И подходящие цвета. Вот это шедевр. Я молодец. Мне нужна помощь. Вряд ли это подойдет. Как он здесь оказался? Серьезно? Вот на что я рассчитывал. Хороший мальчик. И такой красивый. О, какой он милый. Постой. Где твой рисунок? Мой готов, мисс. Вижу, я тебя вдохновила. Да, я хочу погладить песика. Он такой мягкий. И, наконец, фиолетовый. Не отвлекайтесь. Мы еще не закончили. Рисуем радугу, да? Начинаем раунд. Подберем цвета. Сначала всегда красный. Вот, уже похоже на радугу. Я не очень люблю фломастеры. Не подсматривай. Она еще даже не начала. Эй, это что, Попит? Обожаю. Это то, что мне нужно. Ха! Здоровский, да? Я использую его немного необычно. На каждую линию нанесу свой цвет. Еще немного. Готово. И не забуду про выемки. Быстро переверну. Какое удовольствие. А результат еще лучше. Мисс, ловите. Эй. Мы закончили. Ого, сколько красивых цветов. И исполнение так себе. Понял. Вот это нестандартный подход. У вас есть идея настоящего шедевра, но вы не знаете, как воплотить ее в жизнь? Без паники. Вот набор лайфхаков, которые помогут вам настроиться на креатив. Итак, вы готовы? Тогда начинаем творить. Дэвид такой крутой. Очень надеюсь, что ему понравится. Но была не была. Как дела, Дэвид? Мила. Что она мне написала? Да, у меня есть, что на это ответить. Как бьется сердце. Посмотрим. Мои учебники. Прости, давай я тебе помогу. Такая мягкая. Ага. Вау. Мои учебники? О, конечно. Но... Да. Спасибо. Кажется, я влюбился. Постой. Еще раз взгляну. Да, этот парень реально супер. Ааа. Оу, вот что я нарисую. Прекрасная идея напомнить любимому человеку о том, как вы впервые встретились. Самое трудное позади. Неплохо. Ух ты. Я помню. Так мило. Люблю тебя. Подготовка к созданию шедевра – важная часть творчества. Ну да, придется слегка испачкаться. Ну хорошо, превратим задумку в реальность. Первый мазок всегда самый лучший. Добавим вот здесь немного голубого. Уже начинает получаться. Или нет? Это ужасно. Не пойдет. Хорошо, что у меня много бумаги. О, классно. Этот еще хуже, чем первый. Ааа. Ну же, давай соберись. Да ты издеваешься. Почему я не могу нарисовать дурацкий цветок? Ладно. Успокойся. Глубокий вдох. У меня получится. У меня есть талант. Приступим. Вот так. Вот так. Апчки! А? Как это не кстати? Ну, постойте-ка. Какая интересная форма. С этим можно работать. Используя кисть разными способами, можно создавать уникальные дизайны. В моем случае лепестков. Теперь, когда лепестки готовы, добавим зеленого для листьев и стебельков. Видите, как здорово получается. Осторожные мазки дадут нужный эффект. Можно даже соединить эти два. Так легко заполнить пустые места. Я знал, что смогу это сделать. Вау! Ты сам нарисовал все это. Можешь взять себе они. У меня есть и другие затумки. И в этот раз я использую совсем другой подход. Но не переживайте, тема рисунка осталась прежней. Зацените, как эти мазки добавляют листикам реализма. Это займет время, но результат того стоит. Можно даже добавить траву. Видите? А вот следующий этап более сложный. Использую объемные краски, чтобы создать текстуры. С помощью воздушного шарика. Да чего же это приятно! Теперь используем его как штамп. И получаем вот такие неповторимые цветы. Не забудем вот про этот. Круто, верно? Потрясающе! Что ты думаешь? Дэвид! Как ты вообще сделал такое? Мой секретный ингредиент. А, картинка и впрямь радует. Заслуживает того, чтобы поместить ее в рамку. И зачем останавливаться на этом? Просто нужно немного вдохновения. Ну да. Что ты сказала? О, Сьюзан, не могу поверить. О, я не знаю. Эм, извини. Моя бумага. О, прости. Упс. Смотри, что ты наделала! Все испортила! Эй, хочешь кое-что покажу? Ты слышал о случайных шедеврах? Вот один из них. Вау. Можно я? Да. Они могут быть разных размеров. Изумительно! Поехали! Как думаешь, сколько здесь уместится? Столько, сколько захочешь. Это просто отпад! Можно использовать что угодно. Главное, чтобы форма была круглой. По-твоему, уже достаточно? Выглядит реально здорово, правда? Дай пять! Мой маленький художник. Ладно, вот это место подойдет. Да? Деревья, природа, все, что нужно. Зажигаем? Поехали! Не знаю. Что? Эй, хватит подсматривать. Подумаешь. Ладно, тогда пойду вот сюда. Что бы мне нарисовать? Ну, конечно! Он такой милашка. Надеюсь, Дэвид его не видел. Я его первый заметила. Ну, да. Пусть победит сильнейший. Из нескольких кружочков выйдет что угодно. Просто нужно знание, где добавлять линии. Неплохо, да? Но мы еще не добавляли красок. Желтый цвет такой радостный. Он идеален для этой веселой птички. А что если добавить зеленого? Такой спокойный оттенок. И не забудем про голубой. Настоящее услада для глаз. Лучше всегда сначала обозначать края. Это отлично выделяет рисунок. Почти готово. Еще парочку финальных штрихов. Вот как это делается. Настоящий шедевр искусства. Вы согласны? Да, я вполне доволен собой. Что это такое? Я решила, рука помощи не помешает. Оказывается, это все, что нужно. Ну и еще несколько точек и линий в нужных местах. Вы уже можете различить голову птицы. Не волнуйтесь, сейчас все увидите. Эти веточки нам помогут. А вот и милые лапки птички. Добавим зелени. По-моему, очень красиво. Теперь вам видно птичку? Я такая умная. Что ж, если ты и впрямь хочешь это видеть. По-моему, неплохо. О-о-о. Думаю, они оба очень хороши. Может, спросим учителя? Серьезно? Надеюсь, он в порядке. Кажется, он просто крепко спит. Эй! О-о-о. Вы готовы, а? О-о-о. Отличная работа. Теперь дайте мне еще пять минут. Без проблем. Мне нужно что-то, что привлечет внимание. И я знаю, что тут поможет. Взаимодополняющие оттенки. Но чего-то все равно не хватает. Чего именно? А, этот мяч такой скучный. Вау, просто взрыв мозга. Мам! Не сейчас. Ладно. У тебя осталось еще много красок. А значит, с ними можно поиграть. Спасибо. Я просто не знаю, что делать. Хорошо, попробую немного... Эй! Куда делась моя палитра? Дэвид? Это ты? Извини. Смотри, что я сделал. Я назвал это вода в пруду. Ага. Вау, есть идея. Хочешь покрасить лицо? Попробуй вот так. Вау! Еще! Здорово, правда? Не то слово. Да? Что если и палец использовать? Отлично! Нашествие синих точек. А теперь мой любимый цвет. Ага! Вот так. Смотри, мам. Разве это не потрясающе? Но я знаю еще один трюк. Симметрия. Это так красиво. Докажем это, создав красоту своими руками. Это шикарная бабочка. Эта линия оживит весь рисунок. А теперь нарисуем крылья. И с другой стороны. Готово! Только полюбуйтесь этой красотой. И это только начало, милый. Готовы начать? Дамы, заводите моторы. Три, два. Подождите. Один. Поехали! Врум, врум. Это безумие. О нет! Она разбилась. Ничего себе! Я не могу отвести взгляд. И финишная прямая. Ура! Ты выиграла! Ты лучшая! А нам можно присоединиться к гонке? Что? Нет. У тебя вообще есть машина? Эээ, нет. Это проблема. Нам не везет. Еще и хлопья закончились. Но у меня есть идея. Пора начинать. Я открою коробку и сложу ее. Я вырежу большое отверстие посередине и отверстие поменьше по бокам. Теперь мне понадобятся краски. Я буду использовать ярко-розовый. Получится красиво. Я нанесу краску на коробку. Отлично. Это то, что мне нужно. Теперь краска должна высохнуть. Но это еще не все. Из картона я вырежу полукруги. Я загнула края. Это будут колеса. Я вставлю их в отверстие по бокам. Затем я закончу украшать машину. Это будет капот. Нам понадобятся фары. Нужно видеть, куда мы едем. Я раскрасила палочки от мороженого в розовый цвет. Их я прикреплю к капоту. Я сделала сиденье из поролона. А это лобовое стекло. Поехали. Нам нужно выиграть гонку. Что это? Это машина моей куклы. Эм, конечно. Как скажешь. Не думаю, что соревнование долго продлится. У меня машина с турбодвигателем. А у меня есть палка. Вперед, вперед, вперед. Вау, посмотри, как быстро едет машина. Вау, вот это да. Эй, не трогай меня. Подождите. Что это? Молодец, котик. Ты отлично постарался. Вау, здесь кукла. Это просто мечта. Ты тусуешься возле мусорных баков? Посмотри, что я нашла. И это ты называешь куклой. Вот это настоящая кукла. Вау, она выглядит как принцесса. Зато у моей есть дом. Как тебе такое? О, ты такая наивная. Смотри, тут есть все самые последние гаджеты. Моя кукла счастлива жить здесь. И он намного лучше твоего дома из картона. Так вот как, да, тебе конец. О, конечно. Вперед. Добро пожаловать домой. Ха, тут немного тесновато. Как круто быть богатым. Мы можем купить лучшие вещи. Уф, это несправедливо. В смысле, посмотри на свою одежду. Она грязная и рваная. Мне бы хотелось купить тебе красивое платье. Это платье прекрасно. Ты заслуживаешь его. Она просто хвастается. Хм, я знаю, что делать. Я могу использовать свой свитер. Что ты делаешь? Мы притворимся, что не видели этого. У меня отличная идея. Я засуну куклу в рукав. Хм, это не совсем то, что я представляла. Может быть, если я оберну его вокруг тебя? Нет, это выглядит еще хуже. Не получается. А? Подождите. Что это? Хм, возможно, я могу использовать этот пакет. Да, это сработает. Пришло время для преображения. Я вырежу форму платья из пакета. Затем я положу его на свою куклу и завяжу посередине. Вау, это выглядит потрясающе. Ты должна ходить по подиуму. Ты такая гламурная. Ава, посмотри. Что? Ты что, шутишь? Этого не может быть. Это чрезвычайная ситуация. Вовремя. Это именно то, что мне нужно. Оно сделано из настоящего золота. Вау, тебе очень идет. Ты выглядишь как кинозвезда. Мне нравится. Эй, посмотри сюда. Думаю, ты будешь завидовать. Вау, очень красиво. Нам нужно устроить вечеринку. Что? Нет, мы дружим только с элитой. Как хочешь. Как сложно. Такой большой выбор. Какие туфли тебе надеть? Они должны подходить к моим. Те? Нет. Тебе понадобится обувь. Тебе нравятся мои носки? Не обращай внимания на дырку. Как неловко. Надеюсь, никто этого не видел. Я ее быстро спрячу. Так лучше. Но нам все еще нужно подобрать тебе обувь. Я посмотрю здесь. Может, есть что-то, что мы можем использовать? О, пауки. Ой, как пыльно. О, опчи. Мне нужно чаще убираться. Ну что же, можно начать прямо сейчас? Подождите секунду. Я поняла. Я нарисую овал на салфетке. И вырежу его. Я сделаю то же самое с салфетками других цветов. Получится очень ярко. Теперь я сложу их один на другой. Вот так. Я приклею еще один кусочек сверху. Хорошо? Примерь. Вау, они идеально подходят. Давай проверим их. Ты отлично выглядишь. Стильно и практично. Я хочу такую пару и для себя. Эй, Эва, посмотри на эти туфли. Я не могу решить. Что? Ого. Они намного лучше этих. Какой набор для творчества. Я ей завидую. Ну и как мне этим пользоваться? Хм, может, смогу починить кисточку? Нужно лишь добыть волосы. Надеюсь, Сара не заметит. Этого достаточно. Прикреплю их к кисти. Вот теперь можно рисовать. О, это выглядит знакомо. Типа, очень знакомо. Это... Это мои волосы? Мои волосы, что ты натворила? Дай мне это. Сейчас еще больше отрежу. Прекратите сейчас же. На это может быть один ответ. Трафной класс? Окей, этого я не ожидала. Где это мы? Привет. Время для творческого челленджа. Барабан выберет, что вы будете рисовать. Раз, два, три. Начали. Цветы. Ладно, должно быть просто. А это обязательно? Я не знаю, что делать. Минуту. Думаю, есть идея. Да, я гений. Разложу на бумаге свои украшения. А сверху нанесу краски. Не очень толстым слоем. И я использую разные цвета. Окей, кажется, готово. А теперь подцеплю цепочки кончиком кисти и потащу их по бумаге. Цепочки оставят яркий след. Это смешает все краски. Вуаля, моя версия букета. Неплохо, верно? Ого, впечатляет. Теперь можно заняться макияжем. Это мой шанс. Нужно выглядеть безупречно, поддерживать репутацию. Да, отлично. Именно то, что мне нужно. Теперь я могу создать свой цветок. Нанесу краску этой кисточкой для макияжа. А затем переключусь на зеленую краску. Смотрится отлично. Осталось добавить детали. Вот и все. До чего красиво. Надо положить на место. Что ты делаешь? Ничего. Хорошо. Не отвлекай меня от макияжа. Я выгляжу роскошно. О, время вышло. Ну, что вы думаете? Поразительно, верно? Мой более изящный. Отличная работа. Очень интересно, Сара. Я знала, что вам понравится. Не может быть. Что тут смешного? У тебя на лице краска. Моя прекрасная кожа. О, нет. Это настоящий шедевр, Сара. Покажи его миру. Ваши рисунки восхитительны. Вы обе умницы. Ваше следующее задание. Нарисовать единорога. Да, я люблю единорогов. Это ведь как лошадь, да? Я не умею рисовать животных. Псс. Что? Зацените-ка. Сколько денег. И они ваши, если нарисуете мне единорога. Сара, я разочарована. Нет, рисуй сама. Как скажете. Я проиграю этот раунд. Не слишком ли драматично? У меня есть отличный лайфхак. Положу ладонь на бумагу и обведу контур. А теперь детали. Это суперпростой способ нарисовать единорога. Добавим разных цветов. Розовый подойдет идеально. Ах, как мило. Покрасим ему рог. Так быстро получилось. Все готово. Только поглядите. Чему ты так радуешься? Это подкинуло мне идею. Можно скопировать работу Моли. Но мой единорог будет богатым. Из этого выйдет отличный рог. Хорошее искусство стоит денег. Ну, как вам? Серьезно, это копия моего рисунка? Нет, мой стоит дороже. Мисс, вы с нами? О, надо же. Чудесно. Вы обе хорошо постарались. Я настоящий художник. Ладно, уступлю тебе в этот раз. Упс. Извините. Что у нас тут на этот раз? Звезда? Начинайте. Что это? Краски? Ну ладно, можешь взять себе Моли. О, вот это да. Вау. Сегодня мой счастливый день. Я положила трафарет поверх листа. И покрыла кисть красками разных цветов. Начинаю красить поверх трафарета. Эффект просто замечательный. Теперь осторожно уберу трафарет. Вау. Совсем как радуга. Так классно? И это лучше, что ты смогла? Мне нужно позвонить. Алло? Да, мне нужна помощь. Эх, что здесь происходит? Нарисовать звезду? Легко. Для профессионала, как я, пар пустяков. Смотрите и учитесь. Хотелось бы чего-то посложнее, но что поделать. И вот так можно начинать аплодировать. Я знаю, я талант. О, вы закончили? О, боже. Вы настоящий шедевр. Вы моя муза. О. Хочу рисовать вас каждый день. Мне лучше уйти? Никогда не встречал такой красоты. Это для вас. Вы так романтичны. Я чувствую вдохновение, когда вы рядом. Идем. Эй, вернитесь, мой рисунок. На этот раз рисуем сердце. Вам потребуется больше принадлежностей. Вперед, девочки. Зацените все это. Ничего себе. И это все, что мне досталось? Ха, удачи. О, придумала. Будет выглядеть супер. Нарисую гигантское сердце. Пока все идет по плану. Теперь нарисую внутри сердца поменьше. Идеально. Какой отстой. Эй, погляди на мой рисунок. Неплохо. Так, мне нужно что-то нарисовать. Секунду. Я знаю, что делать. Использую ручку и карандаш одновременно. А теперь самое веселое. Нарисуем линии, проходящие через центр сердца. Вот так хорошо. Добавим штриховку. Сделаем штриховку гуще местами, чтобы вышли тени. Пока все получается. А сейчас вырежем вот таким образом. Мисс, мисс, я готова. Извини. Окей, посмотрим. О, очень умно, Молли. Мне нравится. Эм, Сара? А где твоя работа? Вот она. О, это... Это как уличное искусство. Разные подходы. И мне нравятся оба. Я в восторге. О, спасибо. О, вы ждете меня? Вращаем барабан. Это так увлекательно. Окей, радуга. Тут нужно много краски. Думаю, будет легко. Надо лишь нарисовать дугу. Хм, это труднее, чем я думала. Так не пойдет. Хотя, может в этом что-то есть. Кажется, я знаю. Возьмем полоску бумаги и сложим вот так. Теперь нарисуем милую мордочку. Не забудем глаза. Пока мне все нравится. Я полна вдохновения. Эй, осторожнее. Упс. Думаю, это даже улучшит ее рисунок. Так, теперь раскрасим. Глаза пока трогать не будем. Розовый такой яркий. Хочу лак для ногтей такого оттенка. А шейник можно сделать желтым. А глаза зелеными. Какая жизнерадостная кошка. У нее даже улыбка радужная. Покажу Молли. Покажу Молли. Бу! Это так смешно. Надо вытереть краску, пролитую Сарой. Стало еще хуже. Постой. Можно ей рисовать. Отличная идея. Я покрасила полотно голубым. Нарисую белые облака с помощью губки. Теперь пусть оранжевая краска стекает вот так. Повторю тоже с другими цветами. Хорошо. Готово. Ой, лицо не задень. Мисс, поглядите. О, что у тебя, Молли? Так ярко и оригинально. Красота. Бу! Вау! Очень смешно, Сара. Я горжусь вами обеими. Вы заслужили награду. Мы лучшие, Сара. Вау, какой красивый рисунок. Добавлю еще синего. Эй, это смотрится круто. Может, и я смогу помочь. Я раскрашу домик. О, хорошая идея, пап. Что происходит? О, дайте мне попробовать. Эй, что ты делаешь? Домик ведь не оранжевый. А почему бы и нет? Прекрати. Мама. Папа. Ты все портишь. Окей, ну все. Ну давай. Это все, что ты можешь? Ты еще ничего не видел. О, что произошло? Где это мы? Поглядите, что вы доделали. Мой рисунок испорчен. Все будет хорошо, не бойся. Нужно это исправить. Мне нужно вдохновение. От усилий я проголодался. О, идея. У меня всегда есть запасы. Ты что, шутишь? В чем дело? Я есть хочу. Ты всегда думаешь животом. Мам, сделай что-нибудь. Прости, дорогая. Это долго не займет. Нельзя торопить совершенство. Мне так скучно. Это не честно. Ты можешь побыстрее. Эмма недовольна. Дай мне это. Достань себе своего риса. Нет. Погляди, что ты наделала. Поговорим об этом позже. Рис теперь повсюду. Постойте. Это натолкнуло меня на мысль. Добавим несколько капель пищевого красителя в стакан воды. И хорошенько размешаем. Теперь добавим рис. И возьмем клей. Нанесем клей на рисунок. Только на те места, где будет трава. Пришло время риса. Насыплем его на клей. Можно использовать рис разного цвета для крупных частей рисунка. Теперь сдуем лишние зернышки. Вау, смотрится так аппетитно. Что ты думаешь, Эмма? Ух ты. Здорово, мам. А что у тебя, папа? А? Что ты сказала, Эмма? Что-то не так? Есть только один выход. Чего не сделаешь ради семьи. Хе-хе, папа выглядит так смешно. Я еще не закончил. Мне нужна бумага. Зацени-ка это. Мой автопортрет. Хе-хе, здорово. Но в этом раунде побеждает мама. Спасибо, милая. Можешь не убирать свою комнату. У-ху, это классно. У-ху, что это? Только погляди на нее. Эмма, положи это. Ме-ме-ме-ме-ме. Прекрати немедленно. Ты меня слышишь? О-оу, у нее дергается глаз. Это плохие новости. Эмма, успокойся. Вот, попробуй. Дай сюда. О, я чувствую, как исчезает злоба. О, так намного лучше. Благодарю, дорогой. Минуту. Думаю, это можно использовать. Для начала нарисуем дерево. Природа — это здорово. Эта черная ручка идеально подойдет для ствола и веток. Выглядит чудесно. Теперь возьмем маленький кусок пузырчатой пленки и окунем в краску. Смешаем белый и розовый и нанесем краску на рисунок. Вышло очень похоже, но цветы — это красивое весеннее дерево. Тебе нравится, Эмма? Упс, извини. Вау, мам, потрясающе. Эй, может быть, я тоже смогу это использовать? Я знаю, что делать. Ну, как я выгляжу? По-моему, я прекрасен. Я шедевр искусства. О, ты это, дорогой. Круто, пап. И побеждает мама. Опять? О, я очень пыльщина. Серьезно. Дай мне немного полопать. Хм, что это за запах? Как воняет. Запах идет оттуда. Но он усиливается. Фу, можно было догадаться. В чем дело? Это мой натуральный запах. Пахнет замечательно. У меня есть то, что тебе нужно. Пользуйся этим почаще. Ладно. Хотя бы пахнуть не будешь. Спасибо. Это прям как наше первое свидание. В тот вечер от меня тоже сильно пахло. Это было так романтично. Поцелуй меня. Как будто я могу сказать нет. Фу, как противно. О, привет, дорогая. Извини. Хм, что бы сделать теперь? Минуточку. Кажется, я знаю. Послушай-ка, дорогая. Что они делают? Понятно. Тогда за дело. Сперва разберем дезодорант. Вот так. Теперь наполним контейнер краской. И вновь приделаем шарик. Когда прижимаешь его к бумаге, выделяется краска. Совсем как рисование кистью. Отлично подходит для творчества. Только поглядите. Это нужно поместить в рамку. Ух ты. Просто супер. Мы работали в паре. Оу. Можно повесить в гостиной. Вместо фотографии бабушки. Даже не думай. Итак, ничья. Мы это заслужили. А ты заслужила поцелуй. Так спать хочется. Эмма. Ку-ку. Просто классика, мам. Я закрою глаза на минутку. Гляди, я могу трогать нос языком. Видишь, какой талант. А вот так ты можешь. За тобой нужен глаз на глаз. Ух ты. Розовый тебе идет. Мне так удобно. Боюсь к этому привыкнуть. Здорово, пап. Только не шуми. Надо вздремнуть. Сон – залог красоты. Я думал, это сработает. Мы все испробовали. О, как насчет кукольного театра теней? Куклы театр теней? Очень впечатляет. Почему ты сразу это не предложила? Это так увлекательно. Театр теней, да? Выглядит не так уж сложно. О, у меня есть задумка. Положу руку на бумагу. И обведу ее контуры. Осталось добавить мелкие детали. Например, глаза. Получился дракон. Но он еще не готов. Нужно его раскрасить. И не забудем про пламя. Эмма, смотри. Ух ты. Я так и знал, что тебе понравится. А я попробую сделать скульптуры из шариков. Это собака. Эй, не подходи. Бежим. Вот это шоу. Вы оба побеждаете. Погляди. О, чудесно. Я хочу, чтобы мои волосы выглядели красиво. Хм, есть идея. Ловите. Что нам с этим делать? Я знаю. Возьму эти карандаши и одну из резинок для волос. Думаю, это сработает. Оберну резинки вокруг двух карандашей. Нужно, чтобы все держалось. Прикреплю еще карандаш из другого конца. Именно то, что мне нужно. Поставлю один карандаш на изображение кекса. И обведу его вот так. Второй карандаш сделает точную копию. Посмотрите. Теперь нужно просто раскрасить. Главное, не выходить за контуры. Это будет шедеврально. Вот так. Готово. Ну как, нравится? Вот что я сделала. Сейчас посмотрим. Вау, это очень умно. Что же мне придумать? Скреплю карандаши вместе. И сделаю из них катапульту. Получай. Осторожно. Хватит. Ай. О. Голова кружится. Ну, ты сам напросился. Крутой выстрел, пап. Победитель очевиден. О, спасибо, дорогая. Где... Где это я? О, ты такой шутник. О, какие хорошие мелкие. Держи, мамочка. Отлично. Поймала. Это слишком легко. О, может быть, я перестарался. Они все сломались. Что ж, удачи тебе. Не беда, у меня есть клей. Я мастер ремонта. Они будут как новенькие. Ну-ка, попробуем. О, вы ничего не видели, ладно? Без паники. Есть запасной план. Возьму вот это. Ты это серьезно? Это не сработает, пап. Я, по крайней мере, пытаюсь. Что ж, другого выхода нет. Дорогой, положи молоток. Я знаю, что делаю. Секундочку. Есть идея получше. Рассыплю мел над этим трафаретом бабочки. И накрою листом пластика. Теперь избавимся от стресса. Такое творчество мне нравится. Поговорим об этом позже. Займусь своим творчеством. Вышло неплохо. Я тоже закончил. Уберем трафарет. Замечательно. Тебе нравится? Или ты предпочитаешь мой арбуз? О, трудный выбор. Это ничья. Согласен. Мы молодцы. Окей, подмешаю вот этого цвета. Она занята. Это мой шанс. Яблочко смотрится так аппетитно. Наверное, оно очень сочное и сладкое. А? Что такое? Почему она держит яблоко? Она меня раскусила. Мы попали в челлендж. Ну и что дальше? Эй, привет. Как дела? Мы так давно не разговаривали. Пожалуй, займусь пока маникюром. Наконец-то. Что-то происходит. Гляди. Тут явно не обошлось без инопланетян. Круто. Это просто супер. Не терпится узнать, что будет дальше. Постойте. Мне выпало без рук? Да ладно. Это не честно. У меня одной рукой. И мне это вполне подходит. Итак, начнем рисовать маленького пришельца. Вот его голова. Теперь займемся туловищем. Какой же гуманоид без рук? Вот одна. И вторая. И не забудем про зеленые ножки. Вот так. Добавим деталей. Нарисуем большие продолговатые глаза. А также маленький нос и рот. А сейчас заставим его двигаться. Ух. Кажется, ей легко рисовать одной рукой. Ничего себе. Здесь настоящий пришелец рядом со мной. Он что-то делает с моей тарелкой и маркером. Хм. Посмотрим. Похоже, он нарисовал автопортрет. Эй, мистер гуманоид. Зацените, что у меня тут. Видите, он танцует, если всколыхнуть воду. У него такие зачетные движения. Ну как, разве не здорово? Да, ему понравилось. Вау, крутой космический торт. Ого, он поставил его рядом со мной. Похоже, это мне. Вот. А это вам. Это лучший торт в моей жизни. Мм. Ей достался торт. А мне? Ничего. Разве что это инопланетная мазня. Эй, как насчет моей тарелки? Разве тебе не нужно это? Может, в обмен на тортик? Нет? Поверить не могу. Ты же сам это нарисовал. Просто невероятно. Мм. Смотрится чудесно. Ну, приступим. Мм. Неземное наслаждение. Я так рада, что выиграла этот раунд. Мои любимые. Мои любимые. Такие вкусные. Мне очень нравятся конфеты со вкусом тропических фруктов. Секунду. Есть идея. Высыплю немного из пакета. Такие яркие, красивые. Особенно розовые. Теперь разложим их по цвету. Начнем с синих. А теперь розовые. Готово. Время для магии. Да, сработало. Получился настоящий поп-ит. Ну, поехали. Эй, что такое? Чем ты занимаешься? Это ведь челлендж по рисованию? О, точно, я забыла. Слишком увлеклась поп-итом. Да, в этот раз я могу пользоваться руками. Хе-хе, повезло мне. Но сначала еще поиграю. На самом деле он мне нужен для рисунка. Начну с этой краски. Окей, покрашу поп-ит изнутри кисточкой. Не терпится увидеть конечный результат. Хорошо, теперь сделаем то же с оранжевым рядом. Готово. Ну, теперь попробуем. Переворачиваем поп-ит на лист бумаги. И нажимаем. Красный, красный, может быть здесь голубой. Вау, интересный способ рисовать двумя руками. Ага, придумала, что мне делать. Давай носик. Ты мне заменишь кисточку. Фу, краска холодноватая. Нанесем пятна краски на бумагу, используя нос. Выходит неплохо. Пора сменить цвет. Вот так я нарисовала поп-ит собственным носом. Да, у меня тоже готово. Разве не классно? Гляди, какие у меня безупречные ряды. Не то, что у тебя. Вау, опять волшебство. Печеньки в стиле поп-ит. Не откажусь. Ух ты. Это безумно вкусно. Вкуснятина. Откушу еще кусочек. О, ты тоже это видишь? О, в этот раз нам достались коробки. Я возьму эту. Ничего себе, смотри, что в моей баллончике с краской. Интересно, что у меня? По звуку не угадаешь, надо открыть. Вау, целая коробка новеньких цветных карандашей. Красота. О, смотри, еще одна коробочка. Как думаешь, что внутри? Есть только один способ узнать. Хм, этого я не ожидала. Это мармеладный глаз. Совсем как настоящий. Ладно, тут не до брезгливости, я хочу есть. Мм, очень даже вкусно. Мне нравится. А, такой прикольный. Жаль, что только один. Эй, гляди, в этот раз мы обе можем использовать руки. Отлично. Я надела перчатки и готова творить. Начну с голубой краски в середине листа. Дальше использую стакан как трафарет для белой краски. Вот, теперь у нас идеальный голубой круг. Берем тарелку и кладем ее кверху дном на бумагу. Пора использовать баллончик с черной краской. Окей, добавим черного в середине для зрачка, потому что это будет глаз. Я готова рисовать карандашами одной рукой. Приступим. Я тоже нарисую глаза одной правой. Пока ничего сложного. И, думаю, все готово. Та-да! Получилась маленькая радостная личика. Вау, как тебе это удалось. Мой миленький глазик. Правда, он великолепен. Ничего себе, магия превратила мой рисунок в еще одну мармеладку. Только это огромное. Что такое, да ладно, можно мне попробовать? О, нет уж, это мое. А сейчас, извини, мне пора заняться моим лакомством. А, ну и жадина. Хотя, вообще-то, я тоже не поделилась с ней тортом. Вау, что происходит? А, еще один? И мне от конца. Это лист бумаги. О, что-то происходит. Опять волшебство. О, гляди, это рожок с мороженым. Как мило. Прямо слюнки текут. Мне бы настоящего мороженого. О, надо же. Эй, что это там? Думаю, будет круто. О, основы без рук. Облом. Ладно, у меня есть одна рука и кисточка. Окунаем ее в краску. Начнем с красной. М-м-м, раскрашу это мороженое. Будет так здорово. Делаем точки разных цветов. Вот так. Красный, желтый, синий и много белого. А теперь нужна вода, чтобы краски смешались. О, кажется, она знает, что делает. Надо и мне поторопиться. Ничего не остается, кроме как использовать рот. Да, у меня точно получится. Хорошо. Начинаем добавлять пятна на бумагу. Теперь мне нужен вот этот цвет. И, наверное, еще вот так. О, нет, вышло ужасно. Ну что ж, вот что у меня получилось. Та-да. По крайней мере, мой рисунок очень красочный. Я тоже закончила с мороженым. Вуаля. Техника смешивания цветов отлично сработала. Ух ты, рисунок превратился в настоящее мороженое, как мы и хотели. Оно очень похоже на то, что я нарисовала. Ну, попробуем. Надеюсь, будет вкусно. Еще как вкусно. Думаю, тебе сейчас очень завидно. Как, по-твоему, что выпадет на этот раз? Не терпится узнать. О, боже. Гляди, это миленькая лягушка. Так чудесно скачет и квакает. Я с удовольствием нарисую что-нибудь на тему лягушек. Да, я тоже. Обожаю лягушек и головастиков. Подготовим бумагу. Ура, на этот раз две руки. А у тебя снова одна. Думаю, здесь пригодится маркер с тонким кончиком. Для начала рисуем как бы две половины сердечка и соединим их внизу. А теперь аркой вверху. Зацените эти маленькие пальчики, такая прелесть. Глаза нарисовала, теперь займемся раскраской. Тут нужен зеленый цвет, разумеется. Это ведь солидный лягушонок. Ха, используем обе руки по полной. Так мне удастся закончить все в два раза быстрее. Отличная задумка, все идет как надо. Она права насчет маленьких пальчиков. Очаровательно. Вот так, рисунок готов. Пора все раскрасить. Получается очень легко и быстро. Пусть и не так аккуратно, надо работать быстрее. Вау, откуда этот дым? Ааа, фу, 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 фу. Что такое? Как ты смогла устроить пожар? О, ну, похоже, конец моей лягушачьей картинки. Хе-хе. Наверное, я красила слишком быстро. А вот моя картинка не сгорела. Смотри. Разве не прелесть? О, что это? Мармеладная лягушка. Она выпрыгнула из моей волшебной картинки. Попробуем потрясти. Трясем, трясем, трясем. Хе-хе. Вау, сколько мармеладок. О, да чего вкусно пахнет. Прямо как свежая дыня. Не могу больше ждать, откушу немного. Ух ты, бесподобно. Я так люблю мармеладки. Постой, что ты делаешь? Может, сбавишь обороты? Нет, я готова есть эти штуки весь день. Эй, ты тоже это видишь? Ничего себе. У него такие клыки. О, нет. Он растет на глазах. Ха-ха-ха. Не волнуйтесь. Вы без опасности. Очень приятно это слышать. Но это подсказка для следующего челленджа. А, ну ладно. Итак, у нас на листах бумаги цифра пять. Кажется, я знаю, что с этим делать. Нужно просто добавить линии к тем, которые уже есть. Маленькие закорючки на спине. Глаз, разумеется. И не забудем про зубы. Еще динозаврам нужны ноги, чтобы ходить. Окей, пора добавить света. Хочу, чтобы он вышел страшненький. Еще немножко и готово. Да, он выглядит классно. В этот раз гляди на свой листок. Эй. Ох, да ладно. Можно хоть чуть-чуть посмотреть. Эй, секунду. Карандаши. Это как раз то, что мне нужно. Так, вот здесь сожмем покрепче. Может быть, еще вот это подправим? Я сделала форму из ластиков. Из этого сердечка, а из того звезду. Хорошо, теперь перевернем и можно начинать. Окей, берем мой верный маркер. Нужно нарисовать форму яйца. А теперь ластики. Просто окунаем их в краску и делаем оттиски. Итак, стоп. Посмотрим, что у вас получилось. Что ж, вот мой рисунок, мисс. Надеюсь, вам понравится. А вот мой динозавр. Правда, он еще не вылупился. Что? Не знаю, можно ли это засчитать. О, а твой динозавр хорош. Ты побеждаешь. Я? Правда? Ура. Спасибо большое. Обожаю эти чипсы. Особенно, когда делишь их с подругой. И вообще, по-моему, твое яйцо было очень милое. Спасибо. Что с ней такое творится? Ничего не понимаю. Что она делает с этими полотенцами? Привет. Да, мы еще здесь. Помните нас? Да, окей. Хорошо. Вот вам фламинго. О, фламинго. Здорово. Будет прикольно. Использую свой любимый метод. Обведу ладонь. Так, хорошо. Теперь перевернем лист. Птице нужна голова. И, конечно же, большой клюв. Круто. Глаз готов. Теперь крылья. И, разумеется, длинные ноги. Начинаем раскрашивать. Фламинго – это прежде всего оттенки розового. Уверена, выйдет очень красиво. Продолжаем раскрашивать. Продолжаем. Еще немного. Готово. Так, поглядим. Нужно правильно передать размеры. Ладно, доверюсь крыльям вдохновения. Эх, неплохая шутка. Но вот, фламинго выглядит примерно так. Я думаю. Хорошо. По-моему, это нормальный фламинго. Ах, какая освежающая ванна. Что там у вас? Ах, что это? Какая-то странная курица. Ох, да, извини. Но я с ней согласна. А твой выглядит неплохо. Ты победила. Поздравляю. Да, я выиграла без чьей-либо помощи. Слушай, не грусти. Я поделюсь, конечно же. Вот. Спасибо. Теперь мне стало веселее. Как розу ты не назови, она все пахнет дивно. О, да, круто. Будем рисовать цветы? О, нет. Эти краски не пойдут. Ох, что же мне делать? Чем мне их заменить? Хорошо. С какого цвета начать? Конечно, с розового. Нет, тебе я не дам. Мне самой нужно. Пожалуйста. Мои краски никуда не годятся. Я сказала нет. Придумай что-нибудь сама. Итак, как мне нарисовать розу? Хочу, чтобы она была красивой. Окей, да. Думаю, это сработает. Не могу поверить, что она отказалась делиться. Такая вредная? Я слишком волнуюсь из-за этого. Сделаем глубокий вдох. Вау. Что-то голова кружится. А? Что случилось с моим пакетом? Ну вот, он весь в краске. Кыш, краска, ну же. Эх, эх, эх. Что такое? Краска вместо на бумаге. А? Используй пакет, чтобы сделать рисунок. Оу. О, точно. Поняла. Наверное, я просто сделаю вот так. Здесь. Может, еще вон там? Не может быть. Выходит, классно. Кто бы мог подумать. Хорошо, что еще я могу сделать? Ага, идея. Куда это она? А, неважно. Ее проблемы. Одолжу это ненадолго. Вот так. Да. Теперь у меня есть кисточка. Пора закончить рисунок. У красивых цветов должны быть красивые листья. Время вышло. Давайте посмотрим ваше творчество. Я готова. Вот моя картинка. Разве не прелесть? Ну, у всех разные понятия красоты. Но нет, не прелесть. А вот у нее чудесно. Просто изумительно. Поэтому она победитель в этом раунде. Да, я снова выиграла. Сама не верю. О, конфеты. Обожаю. Гляди. Да, поздравляю. О, мистер котик. Ты у меня самый любимый. Ах, да, челлендж. Эм, нарисуйте мистера котика, ладно? О, класс. Люблю рисовать кошек. И вообще кошек люблю. Это будет так круто. Что она делает? Просто пишет слово кот? Что? О, боже. Ну, этот раунд я точно выиграю. Окей. Пора блеснуть моими навыками рисования кошек. Начну с круга. Ведь кошки бывают округлые. Особенно, когда много кушают. Хм, что дальше? А теперь превращу букву в нечто особенное. Начну с мордочки. Не забуду про усы. Вот так. Голова готова. Большой длинный штрих для его спинки и хвоста. Такая милота. Воу. Здорово. Итак, поглядим на ваших котиков. Вуаля. Вот что у меня получилось. Ну, вот как бы и мой. Я немного отвлеклась. О, что ж. Этот рисунок не закончен. А значит, победитель может быть только один. Ух ты. Круто. Я и мой котик победили. Да, печеньки. Обожаю печеньки. Хорошо. Для финального челленджа нарисуйте мне бабочку. Окей. У меня получится. Я это знаю. Или, может, не получится. Стойте. Есть идея. Это точно сработает. Для начала обведу этот рулончик скотча. Вот так пойдет. Теперь еще раз. Обводить контуры несложно. Однако и тут нужна аккуратность. Ага, вот так. А? Что она делает? О, понятно. Здорово придумано. Ну, ладно. У меня есть своя идея с обводкой контуров. Вот милая картинка с бабочкой. Можно просто положить лист бумаги на планшет и без труда обвести контуры. Крылышки готовы. Теперь нарисуем тельце и голову. И усики. Сделаем крылышки яркими и красивыми. Желтые и розовые отлично смотрятся вместе. Воу. Как у тебя это получается? Стоп. Покажите мне ваши работы. Что ж. Вот. Я нарисовала гусеницу. О. Да это настоящая бабочка. Хорошая работа. Да. Глядите, что стало с моей гусеницей. О. Это впечатляет. Вы обе победили. Да. Обожаю, когда побеждает дружба. Это лучше всего. О. В этот раз мы получаем жвачку. И даже делиться не нужно. Ура. Мы обе талантливые. Хм. Над чем ты здесь работаешь? Не знаю. По-моему, нужно что-то другое вот здесь. О. Что вы делаете? Это мой рисунок. Мне не нужны рыбки. Чепуха. Этот рисунок определенно нуждается в рыбках. Вот. Это заслужил. Неужели? Что ж, тогда получай. О. Ну, все. Как насчет розового? Хорошо. А вот тебе зеленого. Привет от Гринча. Ты достал уже. А. Сначала вот с этим справься. Ха-ха-ха. О, боже. Что здесь творится? А. Ну, держитесь. Вы оба заслужили челлендж. Быстро в ящик. Нет-нет-нет. Спасайте, кто может. А. А. Мы застряли в ящике с красками. Заняться тут нечем, верно? Да, но тут можно отдохнуть и как следует перекусить. О, что происходит? Директриса пришла. Итак, слушайте внимательно. Мне нужен вот такой чехол для телефона. Понятно? Вот я вам даже шаблоны принесла. Телефонные чехлы? Ого. Звучит очень скучно. Но я точно выиграю этот челлендж. Посмотрим. Хм. У меня уже есть крутая задумка. Да, как всегда, здесь помогут сладости. Разложим конфеты поверх шаблона. Нужно разместить все красиво и ровно. Окей. Теперь заполним всю форму телефона. Вот это я понимаю. Что ж. Ты здесь не один такой умный. Эта мини-скалка поможет мне победить. Хе. Разве не круто? Теперь мне нужны краски. Добавлю несколько оранжевых точек на свой валик. Сделаем одну ровную линию. А затем займемся другими цветами. О, какой яркий оттенок синего. Чудесно. Думаю, это мой любимый цвет. Окей. Точки нанесены. Можно начинать. Ага. Зацените. Все сработало на отлично. Хей. Мисс Директриса. У меня все готово. Ха. О, ну да. Твоя работа. Посмотрим. Хм. Неплохо, неплохо. Я вижу, что ты хотела передать. Прекрасно. А что у тебя? Вот, пожалуйста. Думаю, вы будете в восторге. О, гадство. Я такой глупый. Не могу поверить, что я это сделал. У меня реально получалось. Честно. Окей. Я тебе верю. Но побеждаешь не ты, а она. Ого. Так, приз-телефон. Отпад. Спасибо большое. Плюс теперь я могу играть с чехлом попитом. А еще я могу заказать пиццу. Да, одну большую, пожалуйста. О, так быстро. Отличный сервис. Да. Время вкусной пиццы. Я реально проголодалась. О, минутку. Он все еще переживает. Эй, я заказала пиццу. Хочешь, съедим ее вместе? О, конечно. Спасибо. Как бы получше обвести. О, боже. У меня все зубы в помаде. Хм, может попробовать этот ракурс. Хорошо. Да. Теперь я могу закончить этот рисунок. Та-да. Вот так. Я закончила рисунок директрисы. Вот как нужно рисовать портреты. Видишь? Мой челлендж для тебя. Раскрасить это. Что ж, в таком случае нам нужен макияж. Вот, ты тоже держи. Раскрасить это. Супер. Вот бы мне такие волосы. А еще я добавила веснушек, потому что они милые. Та-да. Я закончила раскрашивать портрет. Я тоже закончил. Мэм, мы уже готовы. Ох, ну и макияж ты выбрал. Не хочу смотреть. О, мне очень нравится твой вариант. Так красиво. Та-да. Ты получаешь еще один приз. Да. Обожаю новую косметику. Не терпится попробовать. Эй, секунду. Это не макияж. Это белый шоколад. Что? Но, но, как же мой рисунок? По-моему, она тут настоящая красотка. Ну, по крайней мере, мне нравится. Ничего себе. Ты реально превратился в клоуна. Что? Я выгляжу как клоун. Итак, вот ваше следующее задание. Хм, рожок с мороженым? С этим я справлюсь. Пора использовать мои творческие навыки. Я нарисовал очертания. Теперь займемся деталями. Вот так. Очень мило и весело. Теперь начнем красить. Сделаю что-то необычное. Окей, надеюсь, получится как надо. Начнем с голубого. А затем фиолетовый. Осторожно вокруг глаз. И завершим розовым. То, что надо. Отлично. Вышел классный рожок с мороженым. Так, с самим рожком тоже нужно поработать. Нельзя, чтобы он вышел скучным. Думаю, желтый добавит яркого контраста. О, как у него такое получилось. Невероятно. Надо проверить перспективу. Да, хорошо. Мне нужно сделать что-то не менее крутое. Так, посмотрим. О, это то, что мне нужно. Извини. Привет. Можно это одолжить? Я тебя не знаю. Так что нет. Но мне очень-очень нужно. Да и что? Это мое. Отдай и иди отсюда. Я очень извиняюсь. Ладно, начнем работу. Использую этот красивый скотч, чтобы закрепить рожок. Думаю, мне нужно еще. Добавим вот здесь. Готово. Теперь будет держаться. Идеально. Мэм, я готова показать свое творение. Оу, так быстро. Интересно. Это можно назвать искусством? Нет, я так не думаю. Эй, покажи-ка, что у тебя. Оу, это гораздо лучше. Очень мило и красочно. Вот твоя награда. Оу, круто. Я как раз проголодался. Я так люблю мороженое. Ох, такое холодное. Постой, что такое? Помогите. Я замерз. А? Что с тобой произошло? О, наверное, мороженое было очень холодным. Упс, ничего себе. Оу, надеюсь, он в порядке. О, окей, я упаковала все свои вещи. Осталось лишь надеть шляпу. Аревор, всего хорошего. Я уезжаю. Ох, вот бы мне быть на ее месте. Было бы так здорово. Позагорать бы на пляже с тропическим коктейлем. Мм, эй, тропические ветра такие сильные. Да. Эй, эй, ты опять в мечтах? Что ты себе представила? Ох, эх, отдых на пляже с теплым песочком и приятным ветерком. Оу, вау, это натолкнуло меня на одну идею. Нанесу немного краски на этот нож для масла. Теперь проведем вот так. И еще раз, и еще. Хорошо. Скоро результат станет заметен. Добавим немножко зеленой краски на ватную палочку. Нарисую дугу и добавлю маленькие мазки сверху. Не забудем про нижнюю часть. Вуаля, идеальные пальмы. Окей, мой тропический рай готов. По-моему, очень хорошо. Ух ты, прекрасно. Совсем как в моем воображении. Хотя, думаю, чего-то не хватает. Давно я не рисовала пальцами. Оказывается, пальцы помнят. Вот, отлично. Оу, директриса вернулась из отпуска. Мы сделали этот рисунок вместе. Вы рисовали вдвоем? Это замечательно. Поздравляю, вы оба победители. Ага, небольшой сувенир с нашего тропического острова. Хорошая работа. И ты тоже молодец. Давай, только тихо. Не думаю, что это хорошая идея. Не время отступать. Готова? Ух ты, шоколад. Окей, иди за мной. След, след. Ты в порядке? Ну, она сказала идти за ней. Хорошо, что рука смягчила падение. Главное, что шоколад рядом. Что? Это не шоколад. Глазам не верю. Это рисунок. Ничего себе, он настоящий. Что случилось? Где мы? Гляди, все для рисования. Что ж, давай начнем рисовать. Итак, первый челлендж. Интересно, какой? Какой милый щеночек. Можно нам оставить его себе? Окей, у меня получится. Я видела, так делают художники. Не знаю, зачем, но выглядит хорошо. Размер малова для щенка. Стойте, я знаю, что делать. У меня тоже есть рука, ну и что? Поняла, это легко. Обведем ладонь. Что ты делаешь? Главное, ей самой нравится. А я положу ладонь на бумагу вот так и обводим. А теперь сделаем, чтобы было похоже на собаку. Добавим шерстку, милые глазки и нос. И, наконец, добавим цвета. Получается здорово. Вот так, аккуратно, почти готово. Вот, такой милашка. Круто я справилась. Назову его Лаки. Это реально впечатляет. Мне нравится мой рисунок, но это... Вау, ну ты хотя бы попыталась. Кто победил? Да! Смотри, что-то происходит. Печеньки. Так классно. Они в форме косточек. Все в собачьей тематике. Не терпится попробовать. Погоди-ка. Печенье, кость, собака. Стой, они не для тебя. Да чего вкусные. Хочу узнать рецепт. Ох, лучше б ты этого не делала. В чем проблема? Эти печеньки, они для щенка. О, а раньше не могла мне сказать. Так тебе и надо. Эй, иди сюда, приятель. У нас для тебя вкусняшки. О, кто у нас хороший мальчик? Ты и у нас хороший мальчик. Ты, наверное, проголодался? Так долго нам позировал? Умница. Вот так, давай. Это тебе. О, как интересно. Единорог. Хм, это может быть трудно. Возьму-ка я маркеры. Даже не знаю, что же выбрать. Краски? Или маркеры? Думаю, лучше взять маркеры. Ладно, поехали. Упс. Я нечаянно. Извини. А, нечаянно. Ты как маленькая. Да, я помогу тебе с рисунком. Не делай так больше. Я тебя предупредила. Я сделала его лучше. О, ты вот тут пропустила. Я тебе помогу раскрасить. Это так глупо. Вот тебе. Хватит. И крати. Так мы никогда не закончим. Возьми еще бумаги. Хорошо, но я повернусь вот так. Я нарисую самого крутого единорога. Придумала. Е-ди-но-рок. Теперь просто нужно соединить буквы. Сделаю ему стильную прическу. Не забуду про ноги. Осталось все раскрасить. Розовый подойдет идеально. Думаю, я выиграю этот раунд. Хотелось бы мне настоящего единорога. Осталось сделать хвост. Готово. Ничего сложного. Та-дам. О, нет. Вот мой рисунок. Что ж, тоже хорошо. Молодец. Интересно, кто из нас выиграл. О, я в шоке. Да. Какой будет приз. Хоть бы настоящий единорог. Это тоже неплохо. Не пойдет. Слишком маленькая. Поглядим. Ага. Смотрится аппетитно. Может попробовать кусочек? Она не заметит. Вот это в самый раз. Ну, держись. Что ты наделала? Прости, я споткнулась и попала лицом в торт. Вот я тебе немного оставила. Глазам своим не верю. Но главное предложить. Ты готова к следующему челленджу? Кактус? Ты проиграешь. Сомневаюсь в этом. Начали. Тут должно быть просто. Надо восполнить энергию. Забудь про стресс. Ты и ручка одно целое. Я почти закончила. Наконец-то. Фух. Зацени. Трудно заметить разницу, верно? Что это у тебя? Смотри и учись. Проводим губкой по листу сверху вниз. Используем губки поменьше для отростков. А теперь цветы. Осталось только добавить детали. Может потом в рамку поставлю. Ну что ты об этом думаешь? Ну, у меня тоже зеленый. Художники, тебе пока рановато. Я знала, что выиграю. Ух ты! Кактус пиньята! Как думаешь, внутри конфеты? Есть лишь один способ узнать. Надену эту повязку. Так, пора немного развлечься. Замечательно! Гляди! А? Ты что-то сказала? Куда она делась? Эй! Мне больше достанется. Что случилось? Эй! Откуда эти конфеты? У меня хорошее предчувствие. Хм, какое разочарование. И в чем тут челлендж? Окей, что мне использовать на этот раз? Слишком большая. Нет, не подойдет. А вот это то, что нужно. Рисовать тыкву легко. Это просто оранжевый кружок. Мне нужно выиграть этот раунд. Хорошо, возьму это. Начну с боков. А теперь стебель. И раскрасим. Для лучшего эффекта надо выбрать несколько разных оттенков. Я довольна результатом. Как тебе вот это? Хей, проснись. Привет. Просыпайся. Тебе надо рисовать. Я не сплю. В чем дело? А, ну да, тыква. Ну вот, время вышло. Это все, что я успела. У тебя что-то на щеке. Правда? Где? Ага, краска. Тебе идет. Да, какой у нас приз. Тыквенный сок? Не люблю его. Я странно себя чувствую. Что происходит? У меня тыква вместо головы. Зато теперь не надо делать костюм на Хэллоуин. Ненавижу эту игру. Мое прелестное личико. Оно снова на месте. Ах, извини, я так напугалась. Больше никогда это пить не буду. Эй, мне тоже не нужно. Посмотри-ка. Совсем другое дело. Поппи-икс. Пока это самый лучший раунд. Нужно сделать что-то суперское. Для начала нарисую квадрат. А потом кружочки. У меня идея получше. К счастью, я ношу с собой ксерокс. Окей, кладем тебя сюда. И нажимаем на кнопку. Намного лучше, чем рисовать от руки. Как у тебя дела? Круто. Теперь осталось раскрасить. О, это будет прикольно. Нанесу вот здесь полосу красной краски. А теперь остальные цвета. Прямо как радуга. Совсем как настоящий поп-ит. Хочется на него нажать. Неплохо. Но, думаю, выиграю я. Невероятно. Ура. Вы шутите? Поглядите, что у меня. Отойдите от стола, мэм. Дайте мне руку. И вторую. Не сопротивляйтесь. Использование ксерокса запрещено. Мы здесь не потерпим обмана. Извините. Да, не ожидала такого от тебя. Вау, шоколадный поп-ит. Две радости в одном флаконе. Вкуснятина. Пройдемте со мной. Живее. Упс. Ну ладно. Твой творческий челлендж. Надеемся, что он вдохновил вас создать свой собственный шедевр. Как думаете, кто справился лучше, Энни или Бетти? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Надеюсь, вы проголодались. Класс. Ммм, блины. Эй, я первая их увидела. Отпусти. Никогда. Они мои. Летающие блинчики. Это все из-за тебя. А вот и нет. На, получи. А ну прекратите. Ну я покажу этим детям. Хватит. Где это мы? О, привет, бабуля. Привет. Пришло время челленджа блинчиками. Мы ведь будем их есть. Так ведь. Готовы к первому заданию? Я хочу что-нибудь разноцветное. Хмм, надо подумать. А что если... Нет. Секундочку, точно. Это же так очевидно. Это будет просто. Нарисуем небольшой треугольник. И заполним его. Теперь поменяем цвет. И будем добавлять новые слои. Каждый из них будет разного цвета. Нужно работать быстро. Ведь плитка довольно горячая. И блинчик может подгореть. Взгляните на все эти цвета. Теперь займемся вафельным рожком. И проведем диагональные линии. Вот таким образом. После этого его можно будет заполнить. Нужно просто подождать, пока он не приготовится. Ничего себе. Как здорово. Как же мне теперь его победить? О, точно. Надо сделать радугу. Пожелайте мне удачи. Сначала сделаем арку. А по обеим ее сторонам добавим облака. Теперь нужно сделать еще несколько арок. И раскрасить их разными цветами. Главное все делать аккуратно. Она будет выглядеть великолепно. Осталось лишь немного подождать. Думаю, я заслужил десерт. Ммм, как вкусно. О, что-то здесь не так. Эй, только взгляните на это. Я изобрел новый десерт. Прямо не терпится попробовать. Ого, просто невероятно вкусно. Эй, что ты делаешь? Осталось добавить еще один цвет. А затем раскрасим облака. Они выглядят такими пушистыми. Будет даже жалко это есть. Что? Дэвид, у меня все готово, бабуля. Надеюсь, тебе нравится. О, как красиво. Замечательно, дорогая. А где же твой блинчик? Я не мог удержаться. Но я ни о чем не жалею. Ну, ладно. Это значит, что Энни выиграла. О, да. Раз, два, три. Я выиграла. Внимание. Время загадочных коробок. Что там внутри? Кто знает? Это гриб. Это для тебя. Ого, я чувствую себя такой особенной. А для Дэвида вот этот малыш. Гумба. Ладно, это уже прикольно. Ну что, за дело. Сначала я нарисую две окружности. А затем большую счастливую улыбку. Теперь можно нарисовать контур. Пора приступать к верхней части гриба. Это похоже на большой круг. Сейчас добавим деталей. И все раскрасим. Для пятнышек нам понадобится белая смесь для блинов. Кажется, у меня есть все, что нужно. Я готов. Что? Куда подевались мои бутылочки? Эй, это же мои. Что? Вот еще. Я буду присматривать за тобой. Как ястреб. Так, на чем я остановилась? А, мне нужна красная смесь для блинов. Она идеально подойдет для верхней части гриба. Кажется, все готово. Ух ты, потрясающе. Ну да, сойдет. Начнем с глаз. Затем добавим два треугольника для клыков. А большой треугольник будет лицом. Теперь можно его заполнить. Не так уж все и сложно. Он будет одноцветным. Нужно подождать, когда появятся пузырьки. А вот и они. Это означает, что он готовится. Слово за тобой, бабуля. Эй, никаких селфи. Надеюсь, я выиграю. Ух ты, Энни, да ты просто художница. И Дэвид, отлично. Мы оба молодцы. Правда? Дай пять. Так, так. Как же охота блинчиков. Вот это аромат. Ничего, если я добавлю немного цвета. Какая прелесть. Эй, да что с тобой такое? Кетчуп сюда не подходит. А теперь он повсюду. И все из-за тебя. И мы обе перепачкались. Я с тобой больше не разговариваю. Девочки. Эй. А ну, хватит. Вы только посмотрите на кухню. Это не я, это все она. Я знаю, что заставит вас полагать. Арт-челлендж с блинчиками. Поехали. Вы готовы? Узнали эту мордашку? Кевин? Он же настоящее произведение искусства. Как дела, девчонки? Это вам. Ах, моя любовь. Помечтать-то можно. Его улыбку я бы даже не глядя нарисовала. Но будет ли она смотреться на блинчики? Все зависит от художника. Ага, сердечко. Следующий цвет. Получается интересно. Эти сердца полны любви. Но какое из них аппетитнее. Почти закончили. Сделано с любовью. Скорее бы увидеть результат. Давай переворачивать. И оп. Прелесть. Оба очень красивые девочки. Вы точно готовили от всего сердца. Но победить может только одна. Или пусть в этот раз будут обе. Он такой симпатяшка, не правда ли? Что дальше? Возвращаемся к основам. Фигуры? Я знаю, что делать. А она так в себе уверена. Смотри и учись. У меня появилась идея. Я так тоже могу. Видишь? То же самое. Ну, почти. Это довольно сложно. Как у Наоми так получается? Нельзя сдаваться. Продолжаем. Что дальше, мам? Как вам идея, а? Не очень сложно, как по мне. Тут нам понадобится коричневый. Поехали. Все знают, как рисовать капкейк. Но это похоже на кое-что другое. У нас получились эмоции какашки. И очень миленькие. Они такие классные. Добавим немного голубого. А теперь заполним все пространство. Мы закончим одновременно. Но, девочки, это же не капкейк. Искусство зависит от интерпретации. Давай перевернем этих малышей. Бум! Получилось! Они оба такие классные. Ну что? Эм, даже не знаю. Думаю, вы обе, ну... Проиграли. Никто не победил? Эй, слушай. Да, пойдем отсюда. Ну что, леди, вот ваши закуски. Это не похоже на еду. Ну, как хотите. Здрасте. Хотите вкусняшку? Ну уж нет. Эй, ребята, как насчет перекусить? Нет? А знаете, я рискну. Хоть один пристроили. Разделим этот. Готово. Совсем неплохо. Особенно при такой-то форме. Готовы, девочки. В этот раз единорог. Приступайте. Надо начать с рога. Я буду просто импровизировать. Если рука не дробнет, все точно получится. Ах, пора уже начинать. Пока рано судить, у кого лучше. Но у них совсем разные подходы. В обоих случаях творится настоящая магия. Так, контуры почти готовы. Ну что, уже похоже? Ах, это надолго. Оживим картинку цветом. Просто шикарные оттенки. Да, смотрится классно. У меня лучше. Совсем разные. Пора заполнять. Да, почти все. Но чего-то не хватает. Я не могу позволить ей выиграть. Вот так. Эй, ты что наделала? Рука соскользнула. Эй, что это за запах? Мой блинчик. Он сгорел. Ну вот, он испорчен. Хватит уже. Мне как-то не по себе. Но придется переворачивать. Они плохо выглядят. В этом раунде точно Стэйси победила. Как тебе, мам? У Наоми просто ужас. А значит, победила Стэйси. Ну, ты пыталась, Наоми. Привет. Как дела? Это сегодняшнее задание? Хочешь первой открыть коробку? Давай откроем вместе. Ого. Клеевая ручка. Для чего эта лопатка? Я не умею готовить. Ты это видишь? О нет. Вау. Мы так высоко. Кажется, я вижу свой дом. Приветствую вас, земляне. Вот как это делается. Серьезно? Кто это натворил? Здесь даже ветра нет. А впрочем. Я ничего не вижу. Никакого ветра. Просто новый челлендж. Вы готовы? Потому что мы начинаем. О, круто. Я готова. Мне нужно нарисовать Соника, да? Хорошо, что это мой любимый мультперсонаж. Теперь переходим к синей краске. К счастью, у меня большие запасы. Уже получается, видите? С этой штукой можно творить что угодно. Выходит очень ярко и красиво. Сейчас доделаем глаза. Еще парочка осторожных линий и овалов. И Соник уже здесь. О, ну разве он не милашка? Та-дам! Все готово. Окей, соперница у меня серьезная. Отвечу ей своим крутым оружием. Это тесто, детка. Мой Соник будет съедобным. Но с таким необычным материалом. Нужно следить за временем. Ведь мы имеем дело с горячей сковородой. Пищевой краситель – очень важная деталь. Так можно сделать тесто любого цвета. Окей, осталось совсем немного. Еще небольшой кусочек. И вот и наш Соник. Вау! Эй, половина моего творения сдула. И это продолжается. Что творится? В чем дело? Кто же победил? Это Мэдисон. Поверить не могу. Подумаешь. Мне наплевать. Банан? Да, пожалуйста. Что это такое? Спасибо. Мой любимый фрукт. Вау! Что это было? Окей, очень круто. Постойте, мы в желтом. А значит, это часть следующего задания. У меня точно получится. Хорошо, что у меня много желтого. Что не так с этой штукой? Ну же. Я знаю, что ты не пустая. Эмма, нет! Упс. Думаю, я слишком сильно надавила. Мой блинчик испорчен. Игрушки антистресса. Игрушки антистресса всегда меня успокаивают. К счастью, у меня этой проблемы нет. Клеевая ручка всегда работает отлично. И у меня большой запас желтого клея. Очертания готовы. Начинаем закрашивать. Столько работы. Но мое терпение принесет плоды. Все эти мелкие детали оживляют персонаж. Обещаю, вам будет на что посмотреть. Угадайте, что это такое. Да, это его глаза и очки. Теперь они совсем как настоящие. Мой шедевр завершен. Так мило. Ух ты! Думаю, нужно приступать. Начну с синего. Пожалуй, так будет лучше, верно? О, эти очки такие прикольные. И комбинезон тоже. Не забудем про маленькие ручки. Теперь пора все закрасить. Вы уже видите результат. Прежде чем заняться желтым, используем другие цвета. И вот, наконец-то. В этот раз все чисто и аккуратно. Нужно закрасить лицо, глаза и почти готово. Всем привет! Ну все, достаточно. Эй, стоп! Объявляем ничью. Значит, мы обе выиграли. Да, да, да! О-оу! Сигнализация! Теперь я здесь главный! Эм, привет! Вот ваш следующий челлендж. Эй, лучше начать рисовать. Задание становится все труднее. Надеюсь, мне удастся с этим справиться. Но мне нельзя чересчур волноваться. Это мешает концентрации. Ну, что это вам напоминает? Хорошо, что у меня полно черной краски. А теперь кровава красная. Уже вырисовывается. Закрасим, делая мазки в разных направлениях. Вот, видите? А теперь мелкие детали на маске. Я выбрала символ сердечка. Ну а как? Это подойдет? Да? Ух, какое облегчение. Давай, Эмма. Ух, уверена, вам понравится этот блинчик. Начнем с кондра толстовки и капюшона. А теперь добавим небольшие детали. О, зацените этот красный цвет. Еще немножко и сделано. Муа. Вам нравится? Это ничья. Глазам не верю. Уху. Эй, что ты делаешь? Ха? Ааа. Похоже, ему понравилось наше творчество. Что ж, пока. Что случилось? Ну ладно. Ууу. Поглядите на эти длинные руки. Они ведут себя так странно. Я больше не могу сдерживаться. Никто не смеет над нами смеяться. Приступайте к работе. Что-то мне стало не до смеха. Пожалуй, надо рисовать. Этот раунд будет реально трудным. Нужно осилить много разных форм. Если сделаю ошибку, ее не получится исправить. Но думаю, пока все идет хорошо. Контур его лица почти готов. Остался только один цвет. Синий, конечно же. Очень много синего. Закрашиваем. Еще чуть-чуть. А теперь займемся глазами. Сперва делаем контуры черной краской. А дальше закрашиваем. Теперь его лицо уже можно узнать. Глаза готовы. Делаем зубы. Тебе уже страшно? Не подходи близко. Я не нарочно. Ладно, мне нужно приступать к работе. Кажется, у меня есть хорошая идея. Как всегда, начнем с контура. Но не бойтесь, про цвет мы тоже не забудем. Вот огненно-красный рот и жуткие белые клыки. Нужно закрасить все пробелы. А теперь много-много синего. Он реально жуткий, да? Мо-ха-ха. Ну, кто победил? Что ж, мы сделали выбор. Это Эмма. Ура! Да! Я знала, что выиграю этот раунд. А, не грусти. Я с тобой поделюсь. Вот, держи. Ну, дай мне нажать кнопку. Просто отпусти, окей? О, нет. Нам нужно нажать на эту штуку. Это будет реально круто. Нет! Постойте, что? Нет? Слишком поздно. Вау! Эй! Ну, что теперь скажете? Ну, постойте. Пора за работу. Хорошо. Это подойдет? Ммм. Очень неплохо. 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 Ее заедает. Вот так-то. Погоди. Не делай так. Нужно наливать, видишь? А, производим наливание. Мы ведь делаем поп-ит, да? Тогда понадобятся секции разных цветов. Надо торопиться, пока не пригорело. Ха, теперь следующий цвет. Думаю, зеленый отличный выбор. Вы согласны? Нажимаем и поп. Ну, типа того. О, нужно это попробовать. Для начала нарисуем круг. Затем добавим линии в нужных местах. Последняя. Теперь небольшие кружочки. Можно закрашивать. Следующий этап довольно сложный. Но мы исправляемся. Еще пара-тройка и бум. По-моему, очень убедительно. Нажимаем. Да, мне нравится. Вы обе довольны? Хм. Что ж, мы думаем, вы обе победили. Ага, пора. Постойте. О, нет. Мы опять в школе? Но как? Так, посмотрим. Мне нужен третий этаж. Поехали. Надо же, какой медленный лифт. О, он такой грязный и бедный. О, погодите, погодите. Не нажимайте. Ну же. Упс. Извиняюсь. О, нет, нет, нет. Такое отношение не пойдет. О, спасибо большое. Ты меня просто спасла. Ау. Он наступил мне на ногу. А, почему ты такая грубая? Хм, а почему ты такой бедный? Окей. Похоже, надо решить эту проблему. Эй, что такое? Мы ведь только что были в лифте. Добро пожаловать в мой арт-челлендж. Ау, мистер Моркинс, вы само совершенство. О, она сейчас такая красивая с этим котом. А, 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 апчхи. Апчхи. О, вы уже здесь. Простите, я не заметила. Итак, можно начинать. Кстати, о котиках. Вот ваше первое задание. О, с этим я точно справлюсь. Я тоже. Минутку. Почему этот шнур такой короткий? Давай, глупый шнур. Ты мешаешь мне творить. Ха-ха. Но меня это не касается. Займемся делом. Пора начать рисовать блинным тестом. Кто бы мог подумать, что оно хорошо для творчества. Теперь используем черный цвет. Вот так. Тесто тоже может быть разных цветов. Что теперь? Зеленый. И, конечно, тут не обойтись без розового. И немного желтого в середине для цветка. О, она такая милая. Осталось только поджарить. Хм, куда я положил лопаточку? О, вот она. Пора перевернуть мой панкейк. Отлично. Подрумяним в другую сторону. И думаю, все готово. Ну, что скажете? О, боже мой. Какая прелесть. С меня хватит. Да, мэм. Чем я могу помочь сегодня? Джейвс, шнур слишком короткий. Сделай что-нибудь немедленно. Конечно. Сию минуту. Кажется, он ведет вот сюда. О, слава богу. Наконец-то меня распутает. Да вы издеваетесь. Где же у этой штуки конец? Почему Джейвс так долго? Прекрасно. Можно начинать рисовать. Кому нужно глупое тесто? Если есть 3D-ручка. Вот так. Силуэт готов. Осталось добавить цветочки. Пора сменить пластик, чтобы начать закрашивать. Вводим туда-сюда. Покрывая белым цветом. Это будет ее шерстка. Хорошо. А теперь розовый. Как красиво. Этот цветок будет красным. Обожаю этот цвет. Не забудем желтый носик. И обведем черным. Вуаля. Моя Хэллоу Китти тоже готова. Вам нравится? Вау. Ха. У нее вышло неплохо. Но моя точно лучшая. Ну уж нет. Выберите мою. Ммм. Ладно, ладно. Прекратите. Я выбираю Лема. Да. Так тебе и надо, Бетти. Скучаете? Что ж, тогда следующий раунд. Поппи Плейтайм. О, с этим я разберусь. И моего чудесного теста точно хватит. Хорошо. Займемся творчеством. Желтый контур готов. Теперь возьмем красное тесто. Даже простую форму начинаем с контура. Чтобы потом можно было закрасить. Вот, смотрите. В противном случае тесто растечется повсюду. Нам это не нужно. Так картинку не сделать. Получится лишь красочная мешанина из теста. Дальше сделаем глаза. Начну с маленьких черных точек. А затем добавим зеленые точки сверху и снизу. Выглядит отлично. Дадим немного запечься. Почти как настоящий блинчик. Хорошо. Эта сторона готова. Время перевернуть. Вот так. Замечательно. Дело сделано. Он отлично поджарился. О, вау. Мне очень нравится. А что, Бетти? О, не буду давать чаевые официанту. Что такое? Эй, проснись. А? Что? Я не сплю. О, когда он успел все закончить. Давай, Дживз. Кыш отсюда. Мне нужно сделать лучше, чем у Лиама. Ну ладно, 3D-ручка. За работу. Начинаем творить. Как всегда, начну с черного силуэта. Это будут глаза. Закрасим их. Теперь добавим цвета и будем закрашивать остальное. Переходим на фиолетовый, а затем на розовый. Добавим немного красного и немного белого сверху. Пиджей готов. Такой милашка. А вот и моя работа. Нет сомнений, она круче. Подумаешь. Ничего особенного. Кролик Банни рулит. Ах, побеждает Лиам. Вот так-то, Бетти. Похоже, я снова лучший. В этом раунде вы должны нарисовать акулу. Думаю, это будет легко. Хм, розовую акулу или синюю. Мне надоело проигрывать Лиаму. Дживз, мои принадлежности. Нет. Точно не этот гигантский карандаш. О, эта 3D-ручка покрыта стразами. Бетти полностью отвлеклась на блестяшки. Она даже не заметит, как к ней подберется мой динозавр. О, я обожаю драгоценности. А? Что такое? А-а-а! Спасайся, кто может! А-а-а! А-а-а! Ты реально купилась, Бетти. Молодец, мистер Терекс. Ах, это было совсем не смешно. Ох, он невыносим. Секундочку. Кажется, это натолкнуло меня на идею. Нужно только незаметно поработать пальцами. Есть. Мне пригодится этот синий цвет. А теперь отплачу ему за его розыгрыш. Упси. Эй, Бетти, отдай мою синюю краску. О, это твое? Извини. Вот, пожалуйста. Проехали. Нажимаем. Ох, ах, ах, ах. Ох, что это было? А-ха-ха, попался, Лем. Это будет тебе уроком. А теперь пора заняться рисунком. Хорошо, что у меня есть моя синяя краска. Идеально подходит акулам. Думаю, на этот раз закончу силуэт по ходу работы. Попробую новый метод. Может быть, это поможет выиграть. Итак, большая половина акулы готова. Но ей требуется нос. Как иначе она будет нюхать? И глаза, конечно. Ей нужно видеть все вокруг. Кажется, у меня готова. Моя акула такая очаровашка. Хорошо, я готова показать вам мою акулу. О, надо же, так быстро. Что ж, мне не терпится посмотреть. Что такое? Бетти уже сделала свою акулу? Мне нужно действовать. О, но только не синим. Давайте сделаем розовую акулу. Акулу-мамочку. Все в порядке. У мамочки акулы тоже большие зубы. Она такая же милая и опасная. Только розовая. Итак, ее контуры почти готовы. Теперь нужен белый цвет. Закрасим им вот это пространство. Я также оставил место для ее бантика и для лица. Готово. Осталось только испечь. Пахнет изумительно. Вот так. Можно доставать. Та-да. Встречайте чудесную мамочку акулу. Ну и что? Ты по-любому скопировал мой дизайн. Выберите меня в этот раз. Я первой закончила. О боже, такого трудного выбора еще не было. У нас тут розовая акула и синяя акула. Ладно, в этот раз я выбираю тебя, Бетти. Да, наконец-то я выиграла. О, мой маленький букет такой красивый. Что она делает? О, ну да, челлендж. Нарисуйте мне красивый цветочек, как вот этот. Не проблема. Думаю, цветок нарисовать просто. Надо только подготовить нужные краски. Начну с желтой, поскольку она в центре. Рисуем большой круг и можно его заполнять. А, что-то не так. О нет, моя сковорода не нагревается. Как мне готовить мои творения, если нет источника тепла? Не повезло тебе. Может, блинное искусство не такое уж крутое? Вот почему я предпочитаю творить 3D-ручкой. Впрочем, начинать в центре это Лем хорошо придумал. Закрасим этот участок желтым. А затем начнем делать лепестки. Для первого лепестка подойдет красивый фиолетовый. Контур сделан. Можно добавлять цвета. Почему бы не сделать этот цветок ярче? Красный, белый, зеленый, розовый, синий. У каждого лепестка свой оттенок. Ничего себе! Только взгляните, как очаровательно! Но думаю, можно сделать еще милее. Добавим личика. Вот теперь он точно готов. Просто нельзя не влюбиться. Я закончила свой рисунок. Ого! Снова так быстро! Что такое с этой глупой сковородкой? О, Лем, похоже, тебе нужна помощь. Одну минутку. Еще немного и включаем сковороду в розетку. Ведь всем таким гаджетам нужно электричество, чтобы нагреться. Работает! Спасибо огромное! Пожалуйста! Но торопись, у тебя почти не осталось времени. О, точно! Так, сделаем центр и займемся лепестками. Круто! Силуэт готов, пора закрашивать. Нужно работать как можно быстрее, чтобы успеть. Вот так. Следующий лепесток будет оранжевый. Бетти была права насчет яркой расцветки. Значит, чтобы у меня был шанс, нужно сделать не хуже. К счастью, у меня есть много теста разных цветов. Теперь нужно доделать центральную часть. Рисуем улыбку и закрашиваем желтым. Оу, не забыть бы глаза. Хватит двух маленьких точек. А теперь будем готовить. Люблю смотреть на эти пузырьки. Отлично, хватит! Подденем его и перевернем. Ну вот, мой цветок тоже готов и ждет оценки. Да, он милый, но не сравнится с моим. Ну же, скажите, кто победил в этот раз? О, вы оба постарались. Но выиграла Бетти. Да, я так и знала! Мой цветок лучший! Ты тоже это видишь? Смотрится вкусно! Ммм, чудесный сочный бургер. Он просто издевается над нами. Это так жестоко! Может быть, поделитесь? Делиться? Нет уж. Лучше сделайте свои. Хорошо, у меня получится. Я влюбилась в этот бургер. Сейчас попробуем. Начнем с помидора. Это совсем не сложно. Начало хорошее. Теперь нужно приготовить. Вау, зацените эти пузыри. Нужно перевернуть. Ммм, пахнет вкусно. Булочка-блинчик готова. Теперь займемся начинкой и накроем второй булочкой. Знаете, это реально впечатляет. Но я предпочитаю настоящий. Ммм, да чего здорово! Могу представить. Хватит пускать слюни. А? О чем вы? Или будешь сам их подтирать? О, ладно, без проблем. Для начала нарисуем квадрат. Теперь закрасим его. Линии должны быть плотным рядом. Почти готово! Это будет сыр. Добавим его на булочку. А теперь остальные ингредиенты. И накроем второй булочкой. Смотрится отлично. Впечатляет? Ммм, вкусно! О, вы закончили? У Лема лучше. Ай, вы смеетесь? Выбор здесь нетрудный. Да? Что ж, а я буду наслаждаться этим. Ммм. Завидуешь? Нет. А? Да. Это ведь пластик. Какая досада. Ммм. Нехорошо получилось. Может, стоит поделиться с ним? Что такое? Спасибо. Вот это я понимаю. Серьезно? Что? Не важно. Ох, как здорово пахнет. Отличная живопись. О, плохо дело. С дороги! Это срочно! Он в порядке? Эй, хватит смеяться! Пока я отойду, нарисуйте унитаз. Окей, это будет весело. Тут нет ничего сложного. Вот, бачок готов. Теперь нарисуем сиденье, а затем саму чашу унитаза. Время закрашивать. Нужно оставаться внутри контуров, а не то весь рисунок испорчу. Смотрится здорово. Это самый вкусно пахнущий туалет на свете. Теперь сиденье. Это так прикольно. Еще немножко. Теперь поджарим. Думаю, можно перевернуть. Вау, поглядите на это. Мой унитаз готов. Долго же ты его пекла. А у тебя это? Серьезно? А что тут не так? В чем проблема? Мне нравится. Постой, кое-чего не хватает. Ха, так-то лучше. Зачем дразниться? Минутку. Это натолкнуло меня на идею. Спасибо тебе, Лиззи. Нарисую какашку эмодзи. Выглядит супер. Осталось только раскрасить. Использую светлую краску для контраста. Хм, похоже на мороженое. Но пробовать что-то не хочется. Теперь сделаем глаза. Нарисую большие овалы и закрашу. Замечательно. Гляди, Лиззи. О, реально здорово. Не ходите в туалет. Там ужасно воняет. Ну, что вы думаете? Это навевает воспоминания. Особенно твое, Лем. Ты побеждаешь. Отличная работа, приятель. Нет, это я подала ему идею. Можешь взять вот это. Смотрится классно. Это не смешно, Лем. Маму, я тебя обожаю. Эй, что ты делаешь? Ты прямо как маленькая. Тебе просто завидно. Муа, муа. Я люблю играть в игрушки. А, осторожно, волосы. Ну, берегись теперь. Я не боюсь мягких игрушек. А стоило бы. Я серьезно. Что ж, давай, бро. О, ты сам нарвался. О, нет. В атаку. Ау. Это все, что ты можешь? Вставай. Не сдавайся. За что? Я тебя предупреждала. Теперь это личное. Эй. Прекратите. Бросьте игрушки. Нечего делать? Тогда нарисуйте этого синего типа. Или ту розовую штучку. Конечно, сэр. Я нарисую мамочку длинные ноги. Начнем с вот такой спирали. Это будут ее волосы. А теперь займемся лицом. Не забудем про ее конский хвостик. Вау. Смотрится так похоже. Начнем раскрашивать. Розовый пластик идеален для ее волос. Учителю это точно понравится. Теперь очередь синего пластика. У нее чудесные зеленые глаза. Да. О, смотрится круто. Затем нарисуем ее улыбку. Вау. Это даже лучше, чем я ожидал. Пожалуй, мне надо начинать. Думаю, я нарисую Хаги-Ваги. Начну с его губ. Хм. Мне надо купить помаду такого цвета. Теперь нарисуем ему зубы. Заполним рот блинной смесью черного цвета. Этот этап подруднее. Получилось. О, работа не из легких. Не могу поверить. Это удивительное открытие. Вот так, осторожно. Прекрасный образец древнеримской керамики. Я стану знаменит. Хм. Надо положить артефакт в безопасное место. О, эта полка как раз подойдет. Какая красота. Время уборки. Кругом столько пыли. А? Что здесь делает эта чашка? Она такая старая и грязная. Ну, а я знаю, как это исправить. Кладем чашку вверх дном. Берем лист алюминиевой фольги и сворачиваем из него шарик. Наносим на шарик немного клея. И прикрепляем его к дну чашки. Добавим еще три шарика. Вот так. Теперь сделаем еще форму из фольги и прилепим их по сторонам чашки. Приклеим длинный кусок фольги с другой стороны. Затем покроем фольгу разноцветным клеем. Надо закрасить все равномерно. Покроем клеем всю поверхность чашки. Начнем с краев и дадим клею стечь внутрь чашки. Когда клей застынет, должно выйти вот так. Не забудем дорисовать улыбчивую мордочку. Вот так гораздо лучше. Эй, ты не видела мой артефакт? Такая маленькая чашка, очень старая. О, я над ней поработала. Вот. Это что, шутка? Дело всей моей жизни. Коту под хвост. Тебе не нравится? Моё лучшее творение. Привет. Мне нравится, как ты тут все оформил. Ау, у меня есть кое-что особенное для тебя. Ау, ручка? Это не просто ручка. Эм, у меня уже есть такая штука. Эх, окей. А как насчет этого? Выглядит как помада. Но смотри. Ха, впечатляет, да? У меня такая давно есть. Ладно, сложный покупатель. Что ж, подумаем. О, есть идея. А побыстрее нельзя. Они показывают все. Серьезно? Погляди на них. Они же сломаны. Что мне делать? Ага, придумал. Кладем сломанные очки на ровную поверхность. Делаем 3D-ручкой сцепку на переносице очков. Продолжаем наносить пластик на оправу. Не забудем сделать то же по самому верху. Теперь прикрепим дужку. И снова применим 3D-ручку. Вот так. Покроем всю поверхность. Готово. Очки как новые. Эх, я их починил. Очень стильно, не правда ли? А вот сейчас примерим. Ну, что скажешь? Ах! Эх, можешь оставить себе. Но... О, я понял. Вот почему я тебя люблю. Ла-ла-ла. Не могу больше ждать. Так и есть хочется. Оу. Можно начинать? Конечно. О, чудненько. Пожалуйста. Так романтично. Кажется, ты что-то забыл. Пф, нам не нужны ложки. Эх, окей. Вкуснятина. Как противно. Но он такой милый. А ты почему не ешь? Спасибо, я не хочу. Но я так старался. Так, а ну-ка посмотрим. Добавляем. Яйцо. Как оно тут оказалось? И 3D-ручка. Минутку. Это может пригодиться. Берем яйцо и рисуем поверх него 3D-ручкой. Делаем вот такую спираль. Отлично. Теперь рисуем линии поперек спирали. Заполняем пустые места. И затем снимаем пластиковую форму с яйца. Приделываем ручку и ложка готова. Осталось добавить немного деталей. Сделаем милую лапку. Еще немного деталей по краям. Наконец, нарисуем вот такую мордочку. Эй, Эси, гляди, что я тебе сделал. Это для меня какая прелесть. Ммм, да чего вкусно. Ого, ты хоть жевать не забывай. Это лучший день в моей жизни. В ресторан с тобой лучше не ходить. Но ты все равно супер. Уже скоро? Да, осталось чуть-чуть. Супер. Постойте. Моя мама убьет за эту татуировку. Привет. Ты в порядке? Что? Извини, просто волнуюсь. Окей, дыши глубже. Спасибо. Минуточку. Ммм, кажется, есть идея. Наполним резиновую формочку цветными мармеладками. Используем много разных цветов. Ставим их по всей окружности. И аккуратно. И аккуратно зальем эпоксидной смолой. Вот так, до самых краев. Татуировка. 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 Ты просто супер. Ты просто супер. Моя девочка вся в маму. Аплодисменты, прошу. Это так смешно. Тут столько всего. Наручники. Это мне точно не нужно. Не помню, зачем я это покупала. Кладем сюда. Лак для ногтей. Не нужен. С этой коробкой разобрались. Фу, что это за запах? Я так чудесно выспалась. Еще барахло. Мило. Но мне нужно больше. А что у нас тут? О. Обойдусь. Лак для ногтей. Он точно пригодится. Займемся маникюром. Но необычным. На этот раз мы красим пальцы. Видите эту полоску лака? Дадим ей засохнуть. А затем поместим под ультрафиолет. Еще немножко. Теперь снимаем и начинаем украшать. Лучше всего подойдет тонкая кисточка. Милое сердечко, правда? Это займет какое-то время. Но результат того стоит. Вуаля. Получились оригинальные колечки. Надо дышать ртом. Так, чудесно. Какие красивые колечки. Вот эти? Я за них заплачу. Ты первая. Нет, ты. Окей, хорошо. Ура. Я богата. Ну, их можно помыть. Что? Вы тоже хотите кольца? У нас тут много прекрасных цветов. Ваша работа... Извините. Как я и говорила, ваша работа ухаживает за ними. О, какая красота. Этот очень красивый. Упс. Фу, чуть не уронила. Вы слушаете? Отлично. Пойдемте. Лейка вон там. Вау, какая ответственность. Пока все довольно просто. Смотрите, не перелейте. Понятно. О, нет. Какой беспорядок. Уберите это. Конечно. Вы можете на меня рассчитывать. Что у нас тут? Нужно помыть этот горшок. Упс. Дышим. Извините, я очень стараюсь. Как-то это нехорошо. Хотя я знаю, как все исправить. Не нужно выбрасывать горшок. Просто достаньте 3D-ручку. Начните рисовать линию сверху вниз. Нанесите пластик по всему сколу. Постарайтесь ничего не пропустить. Почти все. Когда будет готово, протяните пластик от одной стороны до другой. Нам нужно их соединить. Отлично. Затем нарисуйте линии поперек. А теперь можно заполнять. Это займет какое-то время, но результат того стоит. И снова старайтесь не оставлять пустых мест. Заполните все трещинки 3D-ручкой. Так они перестанут увеличиваться, и горшок будет крепче. Теперь добавим немного цвета. Вот это разница. Здрасте. Ого. Меня все устраивает. Постарайтесь больше ничего не разбить. Хорошо. Ой, извините. Ох, я отлично выспалась. Эй, у меня сегодня день рождения. С днем рождения меня. Так, что дальше? Точно. Ммм, она где-то здесь. Ага, моя гирлянда. Надо создать праздничную атмосферу. Ммм, что-то не так. Эй, как дела, подруга? У меня для тебя сюрприз. Закрой глаза. А? Закрывай. Та-да. Шарик, это мне. Он, он прекрасен. Ну, сегодня же особенный день. Повешу его на стену. Хотя у меня идея. Где там моя 3D-ручка? Зацени-ка. Надуйте шарик и обрисуйте его 3D-ручкой. Делайте петли по шарику. Продолжайте, пока не покроете всю поверхность. Когда будет готово, возьмите ножницы и обрежьте хвостик. Выпустите воздух и аккуратно достаньте шарик из клетки. Затем положите внутрь гирлянду. Как вам такие праздничные огоньки? Повешу вот тут. Стало так уютно. Здорово. Лучше, чем костер в мусорке. Давай праздновать. Это мы уберем. У меня есть кружки. Добавим украшений. А как же без торта? Пора загадывать желание. Эй, что происходит? Какой ветер? Все хорошо, просто дождик. О, поторопилась я с выводами. С днем рождения. Как думаете, кто победил? Энни или Дэвид? Расскажите нам об этом в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями и подпишитесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых интересных событий. Расскажите нам об этом в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!